Добрый день, глубоко уважаемые коллеги и гости. Сегодня 23 ноября 2021 года, 15.00 по московскому времени. Позвольте заседание диссертационного совета по защите диссертации Прокопьевой Евгении Леонидовны на соискании ученой степени доктора экономических наук по научной специальности 080010 финансы, денежное обращение и кредит на тему региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона считать открытым. Приказом ученого-секретаря Санкт-Петербургского государственного университета Гнетова Александра Валентиновича от 18 августа 2021 года номер 8073-1Я создан диссертационный совет СПВГУ по защите Прокопьевой Евгении Леонидовны. А приказом от 22 ноября 2021 года номер 11253-1 на меня, Писаренко Жанну Викторовну, доктора экономических наук, доцента кафедры управления рисками и страхования Санкт-Петербургского государственного университета, возложены обязанности председателя. Разрешите представить членов диссертационного совета. Иванов Виктор Владимирович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. В режиме удаленного интерактивного доступа в заседании диссертационного совета принимают участие Цыганов Александр Андреевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Александр Андреевич, вы нас слышите, видите? Добрый коллеги, еще раз вижу, слышу и рад всех видеть даже в таком вот видном формате. Спасибо. Янова Светлана Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой банков, финансовых рисков и страхования, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Светлана Юрьевна, вы нас видите и слышите? Да, уважаемые коллеги, я прекрасно вижу и слышу и готова к работе. Спасибо, Светлана Юрьевна. Саксонова Светлана Михайловна, Ph.D., профессор факультета бизнеса, менеджмента и экономики, Латвийский университет, Латвия. Светлана Михайловна, видите ли вы нас и слышите? Да, все в порядке, здравствуйте еще раз. Спасибо большое, Светлана Михайловна. И Белозеров Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления рисками и страхования Санкт-Петербургского государственного университета, отсутствует на заседании по уважительной причине. Соискатель ученой степени Прокопьева Евгения Леонидовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Также на заседании присутствует научный консультант соискателя, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления рисками и страхования Санкт-Петербургского государственного университета Чернова Галина Васильевна. Здравствуйте, Галина Васильевна. В целях улучшения качества связи прошу вас, уважаемые коллеги, находящиеся в режиме удаленного доступа, выключить свои микрофоны, но, пожалуйста, не забудьте их включать, когда вам будет предоставлено слово. Спасибо большое. Также всем сообщаю, что ведется аудио-видеозапись нашего заседания и прямая трансляция на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Осуществляется синхронный перевод выступлений с русского на английский или с английского на русский. На экране прямой трансляции заседания диссертационного совета в данный момент указана электронная почта, на адрес которой в течение заседания все слушатели могут направить вопросы соискателю или высказать свое мнение, касающиеся непосредственно содержания диссертации и выступления соискателя, а также текущего научного обсуждения и тем самым принять участие в научной дискуссии. Эти вопросы техническими службами будут направлены мне, и я озвучу их во время дискуссии. Обращаю ваше внимание, все вопросы должны иметь непосредственное отношение к выступлению соискателя и содержанию его диссертации. Обязательно указание фамилии, имя и отчества, должности и место работы автора вопроса. Вопросы, не имеющие отношения к научной дискуссии, обсуждению диссертации и оценке самой диссертации, а также анонимные вопросы, озвучиваться не будут. В соответствии с порядком присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденным локальными нормативными актами Санкт-Петербургского государственного университета, далее порядок, заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третий от утвержденного состава диссертационного совета, но не менее 4 человек. Наш диссертационный совет сегодня состоит из 6 человек. Присутствует 5 человек, в том числе 3 члена диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме. С ними обеспечен аудиовизуальный контакт. Таким образом, кворум сегодняшнего заседания есть. Прошу сотрудника отдела обеспечения деятельности диссертационных советов, куратора защиты, оформить явочный лист. Устанавливаю следующий регламент сегодняшнего заседания диссертационного совета общей продолжительностью ориентировочно 2 часа. 1. Краткая информация председателя о соискателе и представленных соискателем ученой степени документов и их соответствию установленным требованиям. Ответы на возможные вопросы. Примерно 5 минут, пожалуйста. Краткий доклад соискателя ученой степени, отражающий его основные положения исследования. Примерно 20 минут. Вопросы к соискателю строго по докладу. Не более 2 минут на 1 вопрос. Ответы соискателя не более 5 минут на все вопросы. 2. Оглашение внешних отзывов. После оглашения внешних отзывов выступление всех членов диссертационного совета поочередно с оценкой диссертационного исследования и выступление соискателя, а также с вопросами и предложениями диссертанту. Примерно 10 минут на каждого. Следующий пункт. Выступление председателя со своей оценкой диссертационного исследования. Примерно 10 минут. Затем ответы соискателя ученой степени на вопросы и замечания члена диссертационного совета не более 20 минут. После всего этого следует открытая дискуссия, выступление по желанию присутствующих на защите диссертации лиц с кратким изложением своих позиций или с конкретными вопросами и предложением диссертанту строго по теме исследования. Не более 2 минут на каждого желающего. При этом всех желающих просим отмениться в регистрационном листе, а перед своим выступлением представиться с указанием фамилии, имени, отчества, ученого звания, должности и места работы. Затем представление председателям вопросов в адрес соискателя, поступивших при обсуждении его выступления и в процессе научной дискуссии во время прямой трансляции заседания диссертационного совета на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Обращаю внимание, что письменные вопросы, оглашение которых занимает более 2 минут, озвучены не будут. Затем ответы соискателя, не более 2 минут на каждый вопрос. Следующим пунктом нашей повестки будет выступление научного консультанта-соискателя, не более 3 минут. Обсуждение членами диссертационного совета перед открытым голосованием результатов защиты, на время которого звук трансляции будет отключен, примерно 5 минут. Затем открытое поименное голосование, подсчет голосов председателям диссертационного совета с последующим занесением результатов протокол заседания. Принятие решение присуждений или не присуждений ученой степени и заключительное слово соискателя, не более 2 минут. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы или возражения по данному регламенту? Спасибо. Если возражений нет, перейду к реализации регламента нашего сегодняшнего заседания. Прежде всего, прошу отключить звук мобильных телефонов всех присутствующих на сегодняшнем заседании. Уважаемые коллеги по диссертационному совету, находящиеся в режиме удаленного доступа, прошу телефону не выключать для оперативной связи с вами в случае технического сбоя. Спасибо большое за понимание. Итак, приступаю к ведению заседания. Диссертация Прокопьевой Евгении Леонидовны на заискании ученой степени доктора экономических наук по научной специальности 080010 финансы денежное обращение и кредит на тему региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона принята к защите приказом ученого секретаря Санкт-Петербургского государственного университета от 11 августа 2021 года номер 7926 дробь 1. Прокопьева Евгения Леонидовна написала свое диссертационное исследование на базе Хакасского технического института филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Сибирский федеральный университет. Ее научным консультантом является доктор экономических наук, профессор кафедры управления рисками и страхования Санкт-Петербургского государственного университета Чернова Галина Васильевна. Количество публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, согласно представленному списку, 36 работ. В рецендируемых научных изданиях из перечня утвержденного Миноборнауки Российской Федерации 26 публикаций. В изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus 5 публикаций. Кроме того, диссертант представила две справки о внедрении результатов исследования, полученных соискателем, выданных Министерством экономического развития Республики Хакасия и Хакасским филиалом страхового акционерного общества ВСК. Все представленные соискателем документы по полученной мной информации от куратора соответствуют установленным Санкт-Петербургском государственном университете требованиям и хранятся в аттестационном деле соискателя. Их копии также есть у сотрудников отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, которые сейчас присутствуют на заседании. Прежде чем предоставить слово соискателю, вопрос ко всем членам диссертационного совета. Уважаемые члены диссертационного совета, есть ли у вас общие вопросы к соискателю, в том числе есть ли необходимость оглашать весь список представленных соискателем документов на защиту? Спасибо. Насколько я понимаю, вопросов нет. Тогда доклад соискателя напоминаю нашему соискателю Евгения Леонидовна не более 20 минут. Вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемый председатель и члены диссертационного совета. Добрый день, уважаемые гости. Вашему вниманию представляются результаты диссертационного исследования на тему региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона. В основе исследования лежит следующая гипотеза. Социально-экономическое функционирование и развитие любого региона страны подвержено влиянию различных рисков, институтом финансовой защиты, от которых является страхование. Поэтому, развивая в регионе виды страхования, финансово защищающие социально-экономическую деятельность региона, осваивая новые виды страхования, предоставляющие защиту от рисков, связанных с дальнейшим его развитием, и обеспечивая инвестирование страховых премий, региональный страховой рынок может оказывать положительное воздействие на развитие как региона, так и национального страхового рынка. Для проверки и подтверждения данной гипотезы была предложена следующая концепция. Региональный страховой рынок может оказывать эффективное воздействие на развитие региона и национального страхового рынка, но при определенных условиях. Суть концепции заключается в том, что региональный страховой рынок, с одной стороны, подвержен влиянию факторов функционирования страхового рынка России и факторов социально-экономического развития региона, а с другой стороны, сам оказывает на них влияние. И чтобы оно было эффективным, необходимо выявить национальные и региональные стимулирующие и сдерживающие факторы развития регионального страхового рынка и принять в отношении них управленческие решения, которые обеспечивали бы качественное социально-экономическое развитие региона и способствовали развитию национального страхового рынка. Тема исследования является актуальной как для страхового рынка России, так и региональных страховых рынков, а также и регионального развития региона в целом. Поскольку неравномерность развития страхового рынка по регионам России связана с дифференциацией социально-экономического развития регионов, поэтому обеспечение развития регионального страхового рынка, направленного на повышение эффективности экономики региона, будет способствовать не только развитию региона, но и страхового рынка России. Таким образом, цель исследования заключается в раскрытии предлагаемой концепции, а именно разработки моделей, методов и рекомендаций, при внедрении которых региональный страховой рынок становится существенным фактором эффективного развития региона и национального страхового рынка. В процессе раскрытия содержания концепции были получены следующие научные результаты. Первое. Разработана многоэтапная схема, целью построения которой является демонстрация возможного воздействия национального страхового рынка и экономики региона на развитие регионального страхового рынка, а также иллюстрация обратного воздействия регионального страхового рынка на социально-экономическое развитие региона. Так как развитие регионального страхового рынка находится под воздействием стимулирующих и сдерживающих факторов, влияние регионального страхового рынка на регион может также быть положительным, то есть способствующим его развитию и отрицательным, сдерживающим его развитие. Данная схема представлено на слайде и в раздаточном материале. На основе данной схемы был предложен алгоритм эффективного воздействия страхового рынка на развитие региона. При этом эффективность влияния обеспечивается выработкой управленческих решений, направленных на усиление стимулирующих факторов развития регионального страхового рынка и на исключение или ослабление сдерживающих факторов. Данный шестиэтапный алгоритм представлен на слайде. Он включает идентификацию общероссийских и региональных факторов, объединение их в две группы – стимулирующие и сдерживающие, также выявление по признаку управляемости управляемых напрямую опосредованно и неуправляемых факторов и формирование программы развития регионального страхового рынка, направленной на выработку управленческих решений, усиливающих стимулирующие факторы или ослабляющих сдерживающие факторы. Следующий научный результат – была предложена новая типология регионов страны, нацеленная на решение задачи эффективного воздействия регионального страхового рынка на экономику региона. Из всего перечня возможных критериев классификации регионов выбираются те из них, которые определяют факторы развития региона и идентифицировать региональные риски. Это обусловлено тем, что подход к проблеме развития регионального страхового рынка в исследовании базируется на его взаимосвязи с социально-экономическим развитием региона. На следующем слайде представлена данная типология, даны критерии классификации и предложены типы регионов, соответствующие этим критериям, которые способны уже определить факторы регионального характера, влияющие на социально-экономическое развитие региона. Следующий научный результат. Были сформированы две группы факторов, по-разному влияющие на региональный страховой рынок. Это стимулирующие и сдерживающие факторы. На основе такого деления можно вырабатывать управленческие решения, усиливающие влияние стимулирующих факторов и ослабляющие влияние сдерживающих факторов. Сами перечни факторов представлены в раздаточном материале, общероссийские и региональные, сгруппированные по федеральным округам. На следующем слайде дана интегрированная группировка общероссийских факторов и региональных, которые могут включать в себя общие факторы для всех регионов и специфические для отдельных регионов. В целях реализации предложенной концепции и для обоснования выбора перечня факторов развития регионального страхового рынка предложен ряд экономико-математических моделей, в том числе корреляционная модель оценки связи социально-экономического развития регионов России и региональных страховых рынков. Проведен пространственный анализ, а также корреляционная модель оценки связи социально-экономического развития Республики Хакасия и ее регионального страхового рынка проведен временной анализ. При этом региональный страховой рынок был представлен как суммарными страховыми премиями, так и премиями по наиболее крупным сегментам страхования. Это страхование жизни, иные виды личного страхования, страхование имущества и ОСАГО. Данная модель позволяет выделить значимые факторы развития региона, одновременно влияющие на региональный страховой рынок. На основе корреляционной модели были составлены уравнения регрессии, отражающие зависимость размеров страховых премий от значимых факторов социально-экономического развития региона. Они составлены для любого региона Российской Федерации на основе пространственного анализа и для Республики Хакасия на основе временного анализа. Применение данных уравнений позволяет прогнозировать значение объема страхования при определенных изменениях в развитии региона, экономика которого описывается значимыми показателями регионального развития. Сами расчеты коэффициентов корреляции и уравнения регрессии приведены в раздаточном материале. Следующий научный результат – модель формирования регионального страхового портфеля, основанная на выделении значимых региональных рисков, определяющих перспективные для региона виды страхования. Она позволяет усилить защиту региона от рисков и тем самым за счет учета их в региональном страховом портфеле повысить уровень социально-экономического развития региона. В раздаточном материале также приведена группировка рисков в разрезе федеральных округов и предложены приоритетные виды страхования, соответствующие этим рискам. И более детально – перечень рисков, конкретные их проявления и виды страхования даны на примере Республики Хакасия. Следующий результат – укрупненная модель рейтинговой оценки развития макрорегионов, федеральных округов и их страховых рынков, которая позволяет упорядочить регионы по значению рейтинга, отражающего степень соответствия регионального страхового рынка уровню развития экономики региона. Применение данной модели позволяет выделить регионы страны, в которых уровень развития регионального страхового рынка ниже уровня социально-экономического развития региона, поэтому проблема развития страхового рынка для них становится чрезвычайно актуальной. Результаты и сами рейтинги приведены в раздаточном материале. Далее была предложена рейтинговая модель, основанная на индексной оценке эффективности страховых рынков, которая позволяет по значению частного индекса социально-экономического развития региона оценить близость рассматриваемого субъекта Российской Федерации к субъекту, имеющему самый высокий уровень социально-экономического развития. Аналогично оценить близость рассматриваемого субъекта Российской Федерации к субъекту, имеющему самый высокий уровень развития страхового рынка, затем рассчитать и сравнить интегральные индексы социально-экономического развития региона и его страхового рынка и провести группировку субъектов Российской Федерации по уровню соответствия развития страхового рынка социально-экономическому развитию региона. Эта модель более детализирована и основана уже на расчетах по субъектам федерации. Таким образом, в основе построения рейтингов развития регионального страхового рынка лежит показатель эффективности развития конкретного страхового рынка региона, оцениваемый сопоставлением развития страхового рынка в регионе и социально-экономического развития. Далее, следующий научный результат. Сама программа, основные направления, мероприятия, сроки реализации приведены в раздаточном материале на примере Республики Хакасия. Следующий научный результат. Была предложена двухуровневая модель регулирования страхового рынка, предполагающая дифференцированный подход к страховому регулированию на федеральном и региональном уровнях управления. Данная модель позволит повысить эффективность регионального страхового рынка и его значимость для развития региона. Данная модель предполагается, что наиболее значимые общероссийские аспекты должны регулироваться на федеральном уровне, а уже виды страхования, деятельность региональных субъектов и разработка приоритетных видов, ряд вопросов передается на уровень субъектов федерации. Следующий научный результат. Проведена оценка социально-экономического развития региона, обусловленного повышением эффективности регионального страхового рынка, базирующаяся на значениях региональных показателей. Она проводится с сопоставлением значений показателей развития без учета программы развития регионального страхования и с учетом ее. На следующем слайде приведен прогноз значений социально-экономических показателей с учетом предлагаемой программы и без нее. Она позволяет косвенно оценить эффективность самой предлагаемой программы. Таким образом, в результате проведенного исследования были сформулированы общие выводы. Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что развитие в регионах приоритетных видов страхования, значимых в настоящее время и в перспективе, а также эффективное инвестирование страховых премий, действительно будут оказывать положительное воздействие на развитие как региона, так и национального страхового рынка. Исследование, проведенное на основе выявления общих и региональных стимулирующих и сдерживающих факторов развития страхования в регионе, подтвердило выдвигаемую концепцию о возможности эффективного влияния регионального страхового рынка на развитие как отдельного региона, так и страхового рынка России. Также ряд конкретных выводов. Классификации факторов развития регионального страхового рынка на управляемые, непосредственно опосредованно неуправляемые, разработкой программы управления стимулирующими управляемыми факторами и использованием на разных этапах исследования ряда экономико-математических моделей, способствующих получению обоснованных научных результатов. Региональный страховой рынок является частью национального страхового рынка, поэтому его эффективное развитие способствует эффективному развитию страхового рынка России. Региональный страховой рынок Вопрос к членам диссертационного совета. Есть ли вопросы к соискателю, строго по докладу, отражающему основные положения исследования или по содержанию диссертации? Если есть вопросы, уважаемые члены диссертационного совета, то не более двух минут на один вопрос, пожалуйста. Вопрос к членам диссертационного совета. Развитие производственного сектора этой республики. Вопрос. На ваш взгляд, происходит ли, если происходит, то какие значимые изменения в характере влияния страхового рынка на развитие производственного сектора от республики Хакаси? Что-то происходит, меняется или меняется? Спасибо за вопрос. На самом деле производственный сектор республики Хакаси представляет собой такую слабо диверсифицированную структуру, преобладает угледобывающая, энергетическая промышленность, бюджетная сфера. И на самом деле влияние страхового рынка на производственный сектор региона на данный момент довольно слабое. То есть практически такого влияния не отмечается. Тем не менее, страховой рынок, он все-таки является существенным фактором. И он способен оказать это влияние, поскольку вот эти крупные предприятия, те же предприятия добывающей промышленности, они требуют значительных инвестиций, требуется защита от рисков. Потому что это и экологические риски, и техногенные риски, которые у нас периодически происходят. Это и медицинское страхование, которое требуется для защиты работников и, соответственно, увеличения социального потенциала. Поэтому, конечно, есть резервы, есть потенциал страхования, да, и требуется эта страховая защита. Но на данный момент она не является эффективной. Спасибо. У меня второй вопрос будет про раздаточный материал. Мы получили раздаточный материал. И здесь вот на странице 5 научный результат звучит так. Группировка факторов, влияющих на региональный страховой рынок. И приведены сдерживающие и стимулирующие факторы, касающиеся общероссийских факторов развития страхования. У вас есть? Да, да. Вот посмотрите. Значит, вот меня немножко, так сказать, удивило то, что вы к стимулирующим факторам отнесли такое уменьшение участия банков в страховых операциях. И возможное снижение зависимости страховщиков от кредитного рынка. Вот на чем строится ваше такое суждение? Учитывая, что так или иначе я должен защищать каким-то образом интересы банкиров. Вот, пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо. Да, то есть очень интересный вопрос. И действительно здесь в этой сфере существуют разнонаправленные тенденции. С одной стороны мы наблюдаем явление финансовой конвергенции, интеграции, когда банки и страховщики проводят совместные операции, их деятельность тесно связана. Но с другой стороны наблюдается все-таки в определенной степени страховщики. То есть с одной стороны, конечно, банки, они создают свои страховые компании. То есть вот тут вопрос все-таки, как дальше будет развиваться данная ситуация. Потому что сейчас тенденция неоднозначна. И вот я рассматриваю в работе это вообще как такое явление сращивания финансового капитала и взаимодействия страховщиков и банков. То есть оно может носить как позитивный характер, так и негативный. Негативный в том плане, что страховые компании попадают в зависимость от банковского капитала тем самым. И получается, что банки взимают еще значительную комиссию за страховые услуги страхования, то есть выступая в роли посредника в данном случае. Поэтому вот в рамках рекомендаций, конечно, я рассматриваю вот такую рекомендацию. Но в целом происходит в определенной сфере, конечно, обособление участия страховщиков от банковских операций. Спасибо. Виктор Владимирович, спасибо большое. Уважаемые члены диссертационного совета, находящиеся в удаленном интерактивном доступе, есть ли у вас какие-либо вопросы? Я предусмотрела два вопроса в своем отзыве, и тогда я их и задам. Дополнительных вопросов нет. Светлана Михайловна, да, вы говорили сейчас. Извините, можно еще раз повторить? Не очень хорошо услышала сразу. У меня предусмотрено два вопроса к соискателю в отзыве. Дополнительных вопросов я сейчас задавать не буду. Хорошо, понятно. Спасибо, Светлана Михайловна. Еще будут какие-либо вопросы у члена диссертационного совета? Да, я с удовольствием задам вопрос Янова Светланы Юрьевны. Да, Светлана Юрьевна, спасибо. У меня два вопроса. Первый вопрос, конечно, касается научной новизны, работы. Мне бы хотелось услышать несколько слов, в чем вы видите специфику вашей концепции развития регионального страхового рынка. Потому что разные концепции предлагаются, в том числе и в документах мегарегулятора. Вот что особенно нового в вашей предлагаемой концепции роли и места регионального страхового рынка? Мы все понимаем, что это очень актуально, да? Хотелось бы, чтобы вы уточнили. Спасибо за вопрос. Значит, значимость моей концепции для развития страхования и страховой науки именно в части регионального страхования состоит в том, что теоретические результаты дают научное подтверждение возможности влияния регионального страхового рынка на экономику региона путем формирования управления соответствующими факторами. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы для разработки региональных программ развития, национальных программ развития страхового рынка. Также предложенные рекомендации учитывают и зарубежный опыт в части страхового регулирования, особенно территориально крупных стран. Вот этот опыт может быть использован в системе реформирования страхового регулирования России. Также предложена типология регионов, тоже оригинальная и значимая для выделения и идентификации этих региональных факторов и рисков. Ну и плюс к этому разработаны методы исследования, то есть расширение научной методологии исследования страхового рынка. Спасибо. И у меня второй вопрос касается такого важного аспекта, который вы рассматривали в своей работе, как инвестиционный потенциал страховых компаний, страхований, регионального страхования. Можете немного пояснить, в чем, опять же, ваше понимание самого этого инвестиционного потенциала страхования? Чем он отличается от других инвестиционных потенциалов, других финансовых посредников? И, естественно, какой региональный средств, как вы в своей работе его определили, и какие факторы для его развития предназначены? Определили ли вы их с ними? Пожалуйста. Спасибо. Инвестиционный потенциал, он очень тесно связан со страховым потенциалом, но, однако, если страховой потенциал, он все-таки предполагает наличие страховых ресурсов, возможности у страховщиков по покрытию региональных рисков, то инвестиционный потенциал – это наличие тех же ресурсов, тех же страховые ресурсы, страховые премии, которые можно эффективно инвестировать, И нужно эффективно инвестировать для развития региона. На самом деле инвестиционному потенциалу у меня был посвящен достаточно серьезный блок исследований в прошлом, и, конечно, здесь научные статьи, соответственно. И здесь тоже большое многообразие факторов, которые влияют на развитие инвестиционного потенциала. И сам инвестиционный потенциал, он рассматривается как один из значимых факторов общероссийского характера страхования. И, конечно, на инвестиционный потенциал страховщиков влияет в целом состояние страхового рынка, состояние региональной экономики, инвестиционный потенциал региональной экономики. Ну и вот здесь, исходя из региональной политики, исходя из федеральной политики, страховые компании на региональном уровне, конечно, способны внести значительный вклад, инвестируя средства в развитие производственную сферу региона, в реальный сектор экономики, опять же. Но для этого они должны иметь соответствующие ресурсы. Это, в первую очередь, пассивная часть, долгосрочные договора, договора страхования жизни, которые составляют сейчас малую долю всех долгосрочных ресурсов. Ну и, соответственно, вот как бы, это необходимость тут заинтересовывать и население, и предприятия, которые должны тоже расширять страховую защиту, потому что это не только страхование жизни, но это массовые виды страхования и так далее. Спасибо. 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 Больше у меня нет вопросов. Скажите, пожалуйста, Александр Андреевич, есть ли у вас вопросы? У меня прежде вопрос к поведению. Правильно я понимаю, что это вопросы дополнительные к тем, которые мы... Да, да, это вопросы конкретно к самой презентации. Хорошо, у меня тогда вопрос к чертанту. Какой приверженец, какой научной школой она является? Какие труды она положила в основу своих разработок, именно в части страхования? Российские, зарубежные, может быть, древолюционные? Хотелось бы это услышать. Спасибо. Спасибо, интересный вопрос. В основу исследования легли труды, конечно, российских ученых, Санкт-Петербургского государственного университета. Это и труды ученых МГУ, то есть как бы и московской школы, и уважаемые члены диссертационного совета, и ваши работы я изучила в том числе. Конечно, приходилось исследовать и зарубежные источники, но здесь прежде всего я изучала, конечно, научные статьи, очень интересные работы. Это опыт китайского рынка, то есть финансисты исследуют как раз региональные аспекты. Почему российские? Потому что страна у нас очень своеобразная, как раз территориальная протяженность, региональная дифференциация, она обусловила то, что пришлось более детально исследовать именно вот эти работы. Зарубежные исследования, да, конечно, но такого опыта, опыт очень богатый, есть и территориально протяженные страны, есть региональные аспекты, но вот именно в таком контексте, чтобы это можно было адаптировать к российской специфике, к сожалению, таких исследований немного. И в частности, почему от меня заинтересовали работы китайских специалистов, потому что они рассматривали как раз влияние взаимосвязь факторов, влияние развития страхового рынка на экономический рост и наоборот. И это одни из быстрорастущих рынков на данный момент. В то же время опыт европейских стран, он тоже интересен, потому что там большой опыт в системе регулирования накоплен. Спасибо, но все-таки, что вам ближе, теория, та же самая теория страховой защиты или страхование как финансового посредничества, может быть, что-то иное? Страхование как институт финансового рынка, все-таки финансовые рынки изучаю. Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр Андреевич. Позвольте еще мне тоже задать вопрос. Я в основном тоже буду ориентироваться не на те вопросы, у меня много достаточно вопросов уже в моем отзыве по вашему выступлению. Вы несколько раз сказали, что ориентировались в том числе и на страны, которые тоже регионально протяженные. Какие страны конкретно? Здесь, конечно, опыт США, Канады, Бразилия, Аргентина, Китай. Не сказать, что они территориально протяженные, но там есть у них именно разные подходы, дифференциация в части страхового регулирования. Опыт Канады очень интересен. В США, конечно, у них больше децентрализованная модель, то есть там Штаты определяют страховую политику. В нашей стране пока еще далеко до такого, то есть такой объем самостоятельности. Спасибо. Просто я хотела уточнить, потому что это не прозвучало во время выступления. Спасибо большое. Ответы на поставленные вопросы соискателя прозвучали. Теперь переходим к следующему, к реализации следующих пунктов нашего регламента. Это выступление членов диссертационного совета с оценкой диссертационного исследования и выступление соискателя с вопросами и предложениями к диссертанту и оглашение председателем внешних отзывов в части замечаний и различных оценок. Напоминаю, что соискатель может отвечать на отзыв после каждого вопроса, либо на все сразу, после оглашения всех отзывов. Я предлагаю, уважаемый соискатель, после оглашения внешних отзывов ответить на все вопросы сразу, а после оглашения отзывов члена диссертационного совета отвечать на каждый отзыв отдельно. Я не возражаю. Хорошо. Если нет возражений члена диссертационного совета, то прежде позвольте кратко огласить внешние отзывы, поступившие на диссертацию. Всего поступило 6 внешних отзывов от Винницыны Вероники Викторовны, кандидата экономических наук, доцента, заместителя главы города Абакана по вопросам экономики и финансов. В отзыве Вероники Викторовны отмечена актуальность, проблематика, наиболее существенные положения диссертационного исследования, которые характеризуются научно-новизной, внешний отзыв данный без замечаний. Второй отзыв, поступивший к нам, это отзыв Толмашовой Татьяны Михайловны, кандидата экономических наук, доцента, директора ООО Центра профессиональных бухгалтеров и менеджмента. В отзыве также отмечается актуальность проведенного диссертационного исследования, также отмечается вклад автора, дана краткая характеристика работы, перечислены научные результаты и отмечено замечание. В качестве замечания хотелось бы отметить неясность критериев, по которым составлена типология регионов России. Хотелось бы получить разъяснение по данному вопросу. Следующий отзыв от Бушуева и Натальи Владимировны, кандидата экономических наук, руководителя направления экономического отдела отделения Национального банка Республика Хакасии, Сибирского государства-университета, Банка России. В отзыве отмечена актуальность проблематики, также о том, что выводы и результаты диссертационного исследования отличаются научной новизной, практической значимостью и могут быть полезны для разработки федеральной и региональной экономической политики. Отмечена логичность изложения материала, структура работы, которая охватывает все основные аспекты. Данный отзыв также без замечаний. Следующий отзыв, который поступил к нам, это отзыв от Белинской Ларисы Викторовны, доктора социальных наук, профессора кафедры бизнеса, факультета экономики и бизнес-администрирования, Вильнюсский университет, Литва. В данном отзыве на диссертацию Прокофьева Евгения Леонидовна отмечено также то, что диссертационное исследование посвящено актуальным на современном этапе развития экономики России проблемам. Отмечена цель работы, также отмечено, что выработанные теоретические и методологические результаты исследования, связанные с разработкой концепции роли страховых рынков и развития региона, характеризуются научной новизной. Отмечено достоинство работы, но вместе с тем, наряду с практической значимостью, с многочисленными достоинствами работы, отмечены следующие вопросы. Чем обусловлен выбор республики Хакасия как основного региона для исследования? Является ли ситуация по страховому рынку в Хакасии типичной для других регионов России? И представлена рекомендация перспективы продолжить исследования на примере других регионов России. Также отмечено и спорное положение, то есть предложение по решению проблем ценообразования в страховой деятельности законодательным путем. Вот такие замечания от Велинской Ларисы Викторовны. Следующий отзыв поступил от Тринчука Виктора Викторовича, кандидата экономических наук, профессора кафедры финансовых рынков университета Государственной фискальной службы Украины. В отзыве Тринчука Виктора Викторовича также отмечается, что в настоящее время проблематика страхования приобретает все большую и большую значимость. Страховой рынок активно развивается, и поэтому данные диссертационные исследования представляются актуальным и своевременным. Отмечено, что сформулированная концепция цели и задачи, представленные автором, отражает эту актуальность. Диссертация, как отмечено, диссертация Прокопьевой Елены Леонидовны существенно расширяет металлогическую основу для теоретического понимания социально-экономической категории регионального страхования, а также направление условий и инструментов, позволяющих региональному страховому рынку реализовать свой потенциал в обеспечении развития региона. Отмечены также отзывы и достоинства работы, обширная статистическая, аналитическая база работы, но вместе с тем отмечены и замечания по работе. Представленные в работе статистические данные по российскому и зарубежному страховым рынкам, а также по социально-экономическому развитию иногда между собой сравниваются, хотя в некоторых случаях они относятся к разным временным периодам. Насколько это корректно? Следующий отзыв от Паникаровой Светланы Викторовны, доктора экономических наук, профессора кафедры региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В отзыве Светланы Викторовны Паникаровой отмечено, что работа обладает актуальностью, особенно с позиции, что отечественная страховая компания имеет объективное ограничение, препятствующую эффективному формированию страховых рынков в регионах. Также и сами граждане не имеют экономических стимулов для заключения договоров добровольного страхования. Основные научные положения вывода рекомендаций, содержащиеся в работе, основываются на системном анализе факторов, определяющих возможности страховщиков как финансовых институтов. Отмечено, что в процессе исследования автор аргументированно доказывает целесообразность дальнейшего реформирования страхового рынка в нашей стране в направлении повышения эффективности его функционирования и регулирования. Вместе с тем отмечено, что спорной представляется предлагаемая модель регулирования страхового рынка, которую диссертант видит двухуровневой. Хотелось бы получить разъяснение, в чем ее преимущество для нашей страны по сравнению с существующей моделью. Таким образом я огласила основные положения всех шести внешних отзывов и, наверное, дадим слово для ответов на внешние отзывы. Спасибо. Я отвечу в том порядке, в котором вы их огласили. Первое, по отзыву Толмашовой Татьяны Михайловны, по поводу критерий классификации, критерий типологии регионов. Были рассмотрены разные типологии, из них составлена единая, в основу которой положены критерии, важные для определения факторов регионального развития, влияющие на региональный страховой рынок. Например, структура экономики, моноотраслевая, полиотраслевая, влияет на структуру страховых премий, а именно структуру спроса на страховые услуги, то есть какие предприятия присутствуют и какие виды страхования им необходимы. Особым риском здесь обладает моноотраслевая экономика. Поэтому критерии выбирали с учетом наличия влияния типов регионов на региональный страховой рынок. Второй отзыв Белинской Ларисы Викторовны. Выбор Республики Хакасия как основного региона для исследования. Но на самом деле исследование проводилось на уровне Сибирского федерального округа, достаточно подробное, а Республики Хакасия уже более конкретное. Во-первых, я проживаю в этом регионе, поэтому мне, конечно, интересно и важно было его исследовать. Кроме того, объективно, состояние страхового рынка Хакасии имеет схожие черты со многими регионами России. Как я уже сказала, в первую очередь это регионы Сибири, поскольку территориальная близость обуславливает схожесть большого числа исследуемых факторов, это и природно-географические, опять же, преобладание добывающей промышленности, металлургической отрасли, уровень доходов и благосостояния примерно одинаковый тоже в этой части регионов и так далее. Но, значит, что касается типичности данных проблем, то есть большинство проблем региональных страховых рынков, они типичны не только для регионов Сибири, но и Урала, и Дальнего Востока. То есть это практически отсутствие региональных страховщиков, это диспропорции между развитием региона и регионального страхового рынка, это высокая концентрация страховщиков в регионах и низкая конкуренция, пониженный спрос на услуги добровольного страхования в массовых сегментах, ну, отсутствие накопительного страхования и страховых инвестиций. По поводу другого вопроса относительно спорности ценообразования законодательным путем, да, конечно, я согласна, что это не рыночный метод, но, тем не менее, он предлагается мною как временная мера. Потому что такой был опыт европейских стран в 80-е годы, где устанавливались потолки или ограничения на отдельные составляющие страховых тарифов. То есть это, в первую очередь, комиссионные вознаграждения посредников, это управленческие расходы, ну, то есть как бы отдельные составляющие, это мы можем наблюдать и в данный момент, как у нас страховые посредники иной раз завышают комиссии существенно, это касается этих же банков, автосалонов, да, и вот отсутствие прозрачности в этой сфере тоже является проблемой. Поэтому временная мера. Как пример в России, это ОСАГО. Изначально ставки были фиксированы, да, сейчас постепенно осуществляется переход к рыночному регулированию. Так, и на отзыв Тринчука Виктора Викторовича, значит, по поводу сопоставимости данных разных временных периодов. На самом деле в работе представлен большой массив статистических данных, как зарубежных, так и общероссийских и региональных, и в ряде случаев происходит обновление не вполне синхронно. То есть если мы видим, что статистика по страхованию, она довольно оперативно обновляется, то, например, валовый региональный продукт с опозданием на год и более появляются уточненные данные. То же касается зарубежной статистики. Поэтому иногда допускалось сравнение соседних временных периодов, ну и в тех случаях, когда это несущественно влияло на результаты, потому что происходит плавное изменение показателей. Вот, то есть в целом считаю сравнение такое, ну, достаточно корректным. Все, спасибо. Вы закончили ответы на вопросы, спасибо. Приступаем к следующему, к выступлениям членов диссертационного совета с отзывами. Уважаемые члены диссертационного совета, поскольку все отзывы были предварительно опубликованы на сайте Санкт-Петербургского государственного университета с целью предварительного ознакомления, предлагаю зачитать или изложить только основные моменты, вопросы и замечания к соискателю. Скажите, пожалуйста, есть ли замечания к такому предложению? Спасибо, если нет замечаний, тогда приступаем. Предлагаю начать оглашение отзывов Иванову Виктору Владимировичу. Так, спасибо. Ну, коль скоро было сделано предложение, ограничиться основными результатами отзыва, поэтому начнем по порядку. Первое – это актуальность темы исследования. Если коротко, то она определяется объективной необходимостью комплексного анализа и методического осмысления теоретико-методологических подходов, связанных с разработкой программы развития региональных страховых рынков. Теперь по поводу степени обоснованности научных положений, выводов о рекомендациях, которые сформулированы в диссертации. Значит, обоснованность научных положений и выводов не вызывает у меня сомнения, поскольку исследование базируется на глубоком изучении анализе существующих теоретических работ и нормативно-правовой базе, посвященной проблемам функционирования страховых финансовых рынков. Доказательность результатов диссертационной работы подтверждается корректным применением методов научного познания, опорой при проведении исследования на имеющиеся фундаментальные прикладные разработки по теме исследования, с учетом положения законов и других нормативных актов Российской Федерации в области исследования, использованием значительного массива эмпирических данных, в том числе статистических показателей и методически грамотной их обработкой. Научные практические выводы исследования опираются на репрезентативную информационно-эмпирическую базу, полученную из информационных справочных источников, статей периодической печати и ресурсов сети интернет. На мой взгляд, следует особо отметить обоснованное и квалифицированное использование инструментов математического, финансово-статистического анализа при разработке моделей о реализации концепции эффективного влияния развития регионально-социального рынка на социально-экономическое положение региона. Это усиливает обоснованность выводов и придает работе характер завершенного исследования. В основе авторской концепции, как уже изначально сегодня мы услышали, лежит утверждение о том, что при определенных условиях региональный страховой рынок может эффективно влиять на развитие региона. В целях к решению проблемы обеспечения устойчивости и сбалансированности региональной экономики и, прежде всего, производственного сектора, автор подходит через выявление существенных рисков и их нивелирование посредством страхования. В целях выявления типичных региональных рисков, характерных для производственного сектора региона, в работе приведет типология регионов, учитывающая как экономическое, так и графическое положение. Выявленные типичные региональные риски позволили автору выделить среди них те, которые связаны непосредственно с функционированием именно производственного сектора экономики региона. В целях реализации приоритетных видов страхования авторам обоснована необходимость организации региональных страховых компаний, причем, по мнению автора, эти компании могут реализоваться как коммерческое, так и некоммерческое страхование. Далее, предложенную теоретическую модель автора страхования автора демонстрируют на примере республики Хакасия. Ну, в частности, в таблице 3.1 приведены значимые региональные риски и необходимые виды страхования, направленные на развитие экономики республики. В таблице 4.2 приведены такие индикаторы развития производства, как повышение экономического потенциала и финансовой устойчивости предприятия, диверсификация экономики региона, перечисленные соответствующие приоритетные цели, виды страхования, необходимые условия их реализации и показатели. Апробация результатов диссертации в виде публикации научных статей, ведущих российских и зарубежных журналов, в том числе входящих в перечень ВАК, международные базы цитирования, выступления на международных конференциях, также подтверждают достаточную обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций и сложенных в диссертации. Теперь по поводу достоверности и новизна научных положений, выводов и рекомендаций. А на это достоверность обусловлена четкой логикой построения работы, соответствием полученных выводов и рекомендаций, поставленным целям и задачам, подкреплена применением широкого аспекта различных методов исследования и характеризуется комплексным рассмотрением предмета исследования, используя современные научные методологии. Теперь по поводу научной новизны. На мой взгляд, научная новизна состоит в развитии методологии, разработки программ развития региональных страховых рынков, направленных на повышение эффективности развития регионов и российского страхового рынка в целом. К числу наиболее значимых результатов исследования мной отнесены следующие. Первое. Это обоснование факторов взаимодействия развития экономики региона и регионального страхового рынка, страницы 3136-101-103. Второе. Это разработка типологии регионов на основе куискации показателей, которые характеризуются развитие регионального страхового рынка, страницы 138-145. Далее. Это обоснование подхода к формированию страхового портфеля региона, исходя из значимости региональных рисков, страницы 222-228. Далее. Разработка методики индексной оценки эффективности региональных страховых рынков, страницы 242-246. И еще два момента, на которых я хотел бы остановиться. Это обоснование двух уровней модели регулирования страхового рынка на федеральном и региональных уровнях, страницы 259-264. И, наконец, обоснование концепции разработки и реализации программ развития региональных страховых рынков, страницы 277-289. По поводу теоретической значимости. Теоретическая значимость, на мой взгляд, заключается в расширении представления об инструментарии оценки взаимовлияния развития региона и регионального страхового рынка. По поводу теперь дискуссионных и спорных вопросов. Безусловно, они в работе есть. И я хотел бы остановиться на следующих пунктах, которые, собственно, все я хочу перечислить. Первое. На странице 46 страховой рынок автор трактует как совокупность страховщиков и страховых посредников. Подобная трактовка представляется не совсем корректной, учитывая, что страховщики и страховые посредники представляют собой не что иное, как институты страхового рынка. Следующее. На странице 84 утверждается, что основным поставщиком инвестиционных ресурсов на финансовом рынке выступает население, физические лица. На мой взгляд, подобное утверждение требует статистического подтверждения. Следующее. На странице 91 автор рассматривает финансовый потенциал страховой организации исключительно через наличие ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости. Представляется, что это узкая трактовка понятия финансового потенциала организации. Данная трактовка не позволяет использовать показатели источников финансовых ресурсов для оценки финансовой устойчивости организации. Далее. В формуле 3.1 используются показатели финансового результата предприятия. Желательно, чтобы автор пояснил, какой конкретно показатель из финансовой отчетности предприятия используется в данной формуле для характеристики финансового результата предприятия. Далее. Последнее замечание или положение спорное, на мой взгляд, звучит в следующем образом. В работе для стимулирования страхования недвижимости предлагается ввести льготы по налогу на имущество и земельному налогу. Страница 265. Фактически же речь идет о бюджетном страховании недвижимости, что, на мой взгляд, вряд ли приемлемо. Высказанные критические суждения в целом не снижают общего благоприятного впечатления от дистанционной работы. Она написана профессионально, грамотно. Совокупность полученных результатов исследований демонстрирует использование автором оригинального научно-методического подхода к решению поставленной научной проблемы, являющейся важной, имеющей важное народно-хозяйственное, а также теоретическое и практическое значение. Тема и содержание диссертационных исследований соответствует паспорту научной специальности 08-2010 «Финансы, денежное обращение и кредит». Следующих пунктов – это пункт 2, разделы 2.2, 2.26 и пункт 7 – «Рынок страховых услуг». Соответственно, разделы 7.1, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10. Итак, диссертация Прокопьева Евгения Леонидовна на тему «Региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона» соответствует требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Прокопьева Евгения Леонидовна заслуживает присуждение ученой степени «Доктор экономических наук по специальности 08-2010 – финансы, денежное обращение и кредит». Пункт 11, указанного порядка с диссертантом, не нарушен. Значит, дальше, собственно, отдаются фамилия автора и подпись. Все, спасибо. Спасибо большое, Виктор Владимирович. Вам слово. Спасибо, Виктор Владимирович. Значит, по замечаниям, что могу сказать? Значит, по-первыхому, с замечанием согласна. Данная мной формулировка страхового рынка региона действительно не совсем корректна, так как она не дает четкого определения, которое включает страховые услуги, а также участников, формирующих спрос и предложение. То есть в данном контексте я только хотела подчеркнуть состав участников регионального страхового рынка. По поводу второго вопроса основным поставщиком инвестиционных ресурсов является население. То есть действительно большая часть долгосрочных финансовых ресурсов приходится на средства граждан. Если позволите, я презентацию открою. Потому что здесь как раз было замечательно. Ой, она некорректно открывается. Получилось? Можно попросить техническую помощь для открытия диссертации? Презентации, да. Получилось у вас, да? Да, все вроде получается. Она что-то тут... Вот видите как. Ну ладно, не суть важна. Но я думаю, что вы можете... Здесь просто, да, некорректно открылось. Поэтому ничего страшного. То есть вот здесь представлены вклады физических лиц. Синий столбик – это сроком более года, а голубым – это депозиты юридических лиц. И тут зелененьким я хотела еще показать страхование жизни, которое составляет очень малую долю, всего 5%. А как бы преобладают, конечно, средства в банках. И поэтому я и аргументирую тем, что большая часть долгосрочных ресурсов – это все-таки средства граждан, которые представляют собой основной инвестиционный ресурс, и необходимо его привлекать в сектор страхования. Ну тут, конечно, нужно определенным образом заинтересовывать и финансовую грамотность развивать население. Такая структура сохраняется на протяжении длительного периода. Так, следующее замечание. По поводу понятия финансовый потенциал организации. Замечанием согласно требуется уточнение понятия. В основе формирования финансового потенциала лежит не только наличие финансовых ресурсов, но и источников формирования этих ресурсов, а именно собственного капитала и привлеченных средств в виде страховых премий. Следующее. По поводу формулы. Показатель финансовый результат предприятия. Ну вот в данной формуле использовался показатель, публикуемый Росстатом, это сальдированный финансовый результат, прибыль минус убыток, то есть конечный финансовый результат, выявленный на основе бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, организаций, и представляет собой сумму прибыли или убытка от продажи товаров, продукции, работ услуг, основных средств и нового имущества организации, и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Ну, он, естественно, складывается из финансовых результатов предприятий, а если уже рассматривать отдельное предприятие, то финансовый результат определяется как сумма строк, чистая прибыль, убыток, результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль, и результат от прочих операций. Вот, и на последнее замечание, замечанием согласно по поводу налоговых льгот, то есть рекомендации сформулированы на основе опыта других стран, США, Германия, Франция, где успешно используется система стимулирующих налоговых льгот для развития бизнеса и инвестирования на определенных территориях. Виктор Владимирович, вы удовлетворены ответами? Я ответом удовлетворен, просто вот я смотрю на эту слайд, информацию здесь, объемы привлеченных средств кем? Кредитными и страховыми организациями. А здесь нет сведений от объема средств, которые в инвестиционных фондах. Сегодня достаточно, значительные объемы ресурсов, если брать последние два года, направляются в боевые инвестиционные фонды. То есть, соответственно, если возьмем картинку и боевые инвестиционные фонды, то ситуация может немножко выглядеть по-другому. Спасибо. Согласна, спасибо за замечание. Спасибо большое. Слово предоставляется для оглашения отзыва Саксоновой Светлане Михайловне. Светлана Михайловна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета, искатель Прокопьева, Есения Леонидовна и все присутствующие. Учитывая выделенный регламент, я представлю свой отзыв сейчас в несколько сокращенном варианте, полная версия доступна на домашних страницах. Сразу хочу сказать, что проведенное автором исследования является логичным и производит позитивное впечатление своими теоретическими и практическими результатами. Но обо всем по порядку. Актуальность предоставленной работы, на мой взгляд, не вызывает сомнений и обусловлена нереализованными возможностями региональных страховых рынков как улучшением социально-экономического развития отдельного региона, так и в развитии национального страхового рынка. Проведенное автором исследования посвящено вопросам развития региональных страховых рынков России, всего национального страхования, их влиянию на развитие экономики региона и всей страны, а также анализы мирового опыта развития страховых рынков, что определило актуальность исследования, структуры работы, а также логику изложения материала. Степень достоверности результатов, на мой взгляд, подтверждается тем, что работа базируется на значительном объеме аналитических и фактических материалов, включающих также и статистические данные. Исследования содержат 218 ссылок на научные работы и нормативные правовые акты России. Научная новизна исследования заключается в обосновании и разработке концепции существенной роли и места регионального страхового рынка в социально-экономическом развитии, как регионам, на примере Хакасии, так и национальной экономике. Ознакомившись с текстом диссертационного исследования, можно с уверенностью утверждать, что заявленная цель исследования достигнута. Из числа научных результатов я бы хотела выделить следующие, потому что они заслуживают действительно отдельного внимания. И это такие результаты, как автор в своем исследовании определила подходы страхового регулирования в рамках теории отраслевых рынков, рассмотрела модели регулирования, исследовала методы и направления страхового регулирования в мировой практике, его нормативно-правовые основы в России и за рубежом, провела разграничение понятий страхового регулирования и страхового надзора. В своем исследовании автор подчеркивает, что в российском законодательстве преобладает именно надзор, а это жесткие директивные меры, в то время как в европейском праве, к примеру, преобладает регулирование, основанное на экономических методах и проденциальный надзор. Автор изучила также опыт функционирования страхового рынка и его регулирования для разных групп стран. И с федеративным устройством, и больших социалистических, и быстро растущих азиатских, и других стран, и вводить на оценки возможности применения в практике России и зарубежного опыта развития страховых рынков и их регулирования. Что обобщено? В результате этого исследования обобщены таблица 1.12. Исследуя вопросы страхового регулирования для России, автор выделила следующие проблемы. Слабое антимонопольное регулирование, отсутствие государственной поддержки страхового сектора, низкое качество страховых услуг и другие. Одним из значимых результатов следует признать предлагаемую автором двухуровневую модель регулирования, аккумулирующую в себе опыт как европейских стран, например, Германия, так и стран с фигурационным устройством, таких как США и Канада. Такая модель предполагает разделение регулятивных функций между федеральным и региональным уровнем управления, а также участие в саморегулируемых организациях. Автор обосновывает, что для такой страны, как Россия, включающая большое количество регионов, расположенных на значительных территориях, с дифференцированными природно-климатическими, демографическими, экономическими условиями, единая система регулирования не может быть эффективной, во всяком случае, на данном этапе развития страхового рынка. И я согласна с автором в этом тетисе. Сложенная автором в исследовании модель отражает механизм субъективного воздействия регионального страхового рынка на экономику региона. Модель отражает исходную позицию автора о том, что региональный страховой рынок, с одной стороны, является частью стволу национального страхового рынка, а с другой – сектором экономики региона. Модель включает известные и предложенные автором механизмы регулирования страховой деятельности, общенациональной и региональной. Предложенную модель регионального регулирования страховой деятельности автор иллюстрирует на примере Республики Хакасия. Это видно в работе на страницах 30.50.59. На мой взгляд, следующим существенным результатом является то, что через анализ прямой и обратной связи экономики региона регионального страхового рынка автору удалось предложить механизм, позволяющий, с учетом специфики экономики того или иного региона, выделить направление влияния регионального страхового рынка на его социально-экономическое развитие. Например, в одном регионе, где достаточно развито производство, существует прямая и сильная связь между показателями этого производства и имущественным страхованием. В другом регионе может быть и сильная связь между экологией региона и видами экологического страхования. Важнейшим практическим результатом, подтверждающим обоснованность теоретических положений исследования, на мой взгляд, является разработанная автором программа развития страхового рынка региона. Программа представляет собой комплексный документ, содержанием которого является совокупность последовательно реализуемых мероприятий по развитию регионального страхового рынка. Программа включает описание целей и задач, направлений развития регионального страхового рынка, мероприятий, направленность на социально-экономическое развитие региона, органов и организации ответственных за организацией мероприятий, сроков реализации программы, а также оценку результативности программы. Здесь автор показывает полностью такой системный подход в разработке предложенной программы, что дает уверенность в том, что она может быть реально реализована. В работе раскрыто полное содержание программы, разработанной автором именно для республики Хакасия в целях такого развития страхового рынка региона, которая способствует социально-экономическому развитию этого региона. И как рецидент диссертационного исследования хочу задать автору 2 вопроса. Можно ли использовать предлагаемую модель оценки страховых рисков и управления ими в других регионах России, если при этом какие-то ограничения? И второй вопрос. Понятно, что цели и задачи работы не предусматривались посторонние исследования региональных страховых рынков других стран. Собирается ли автор в дальнейшем продолжить изучение факторов и тенденций развития региональных страховых рынков для разных типов стран, обличающихся особенностями страхового регулирования в них. Хочу заметить, что эти уточняющие вопросы не умаляют значимость диссертационного исследования для российской страховой науки и практики. Работа, написанная профессионально, является оригинальным и законченным исследованием. Считаю, что диссертация Прокопьевой Евгения Леонидовны «Региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона» соответствует требованиям, установленным приказам о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Астоискатель Прокопьева Евгения Леонидовна заслуживает присуждение ученой степени доктора экономических наук по специальности финансы, денежное обращение и критерии. При этом пункты 9 и 11 указанного порядка диссертантам не нарушены. Спасибо за внимание. Светлана Михайловна, большое спасибо за Ваш отзыв. Пожалуйста, Евгения Леонидовна, Вам слово для ответа. Спасибо, Светлана Михайловна. По поводу замечаний. Предлагаемую модель и программу развития регионального страхового рынка, конечно, можно использовать для других регионов России, но с ограничениями. Ну, в первую очередь, она актуальна для регионов с аналогичной структурой экономики. В этом случае не потребуется пересмотр параметров самой модели, но для других регионов, то есть это, прежде всего, территориально удаленные, регионы других типов вообще, с отличной структурой экономики, модель потребует существенной корректировки. То есть это вообще пересмотр самих региональных факторов, определение перечня рисков, которые влияют на развитие региона и, соответственно, страхового рынка, ну и возможности страхования, определения видов и мероприятий, предлагаемых программой. По критериям определенных типологий регионов Хакасия в большей степени имеет сходство с близлежащими регионами, как я уже говорила ранее, это регионы Сибири, то есть это Республика Тыва, Алтай, Бурятия, Забайкальский край, Кемеровская область, то есть те регионы, где преобладают как раз-таки металлургическая, добывающая промышленность, природные, климатические условия схожие, ну и, соответственно, уровень жизни. В то же время отмечу, что сам подход к оценке страховых рисков и управлению ими, модели, методики, предлагаемые в работе, носят универсальный характер и, в принципе, могут быть использованы при региональных исследованиях страховых рынков любого региона России. И по второму вопросу, исследования региональных страховых рынков других стран. На самом деле объем диссертации ограничен и вообще сама структура работы, она не предполагала включение отдельного пункта по зарубежным рынкам, то есть он просто туда не вписывался, но в опубликованных работах, статьях, то есть достаточно подробное исследование зарубежных страховых рынков проведено в диссертации только в части предложенных рекомендаций, то есть аргументация предложений. Например, при разработке предложений по регулированию регионального страхового рынка была проведена группировка стран, о чем уже Светлана Михайловна говорила, имеющих схожие признаки экономического развития с Россией и исследовано влияние страхования на показатели экономического роста, таблица 1.12 в диссертации. Но с замечанием согласна и исследование зарубежных региональных страховых рынков следует продолжить. Спасибо. Спасибо за ваши ответы. Светлана Михайловна, скажите, пожалуйста, удовлетворены ли вы ответами диссертанта? Да, полностью. Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется для оглашения отзыва Цыганову Александру Андреевичу. Александр Андреевич, пожалуйста. Большая возможность выступить и возможность взять участие в заседании диссертанта Александра Кетербургского университета. Опять же, не просто так. Мои вопросы были про научную школу. Всегда мы читали и считаем. Я думаю, на нашей жизни мы будем считать и в будущем. Это будет, что научная школа есть. Новый Галина Васильевна предполагал, что будет ответ именно такой. Диссертант немножечко растерялась. Такое тоже абсолютно нормально. Защита не каждый день проходит. Если говорить про саму диссертацию, то, наверное, я не буду повторять те вещи, которые присутствуют у меня в отзыве. Мы с вами понимаем, что отзыв написан, он вывешен. И, соответственно, те вещи, которые у него есть, касающиеся позитивных народных диссертаций, естественно, мной подтверждаются. Естественно, диссертация состоялась. И необходимость таких исследований для России действительно актуальна и высока. Мы понимаем прекрасно, что если страхование есть в Москве, есть в Санкт-Петербурге и в какой-то части в городах-меленниках, то, чем дальше, тем хуже, и если в Абакане страхование действительно присутствует, то отъедет от него километров 30, я думаю, будут уже погубые проблемы. Когда-то в разговоре с представителем нескольких иностранных компаний я задавался вопросом, а готовы ли они организовывать инфраструктуру урегулирования убытков, не только продаж, что можно и через интернет сделать, но и регулирование убытков, где-нибудь в Лабурган или в ТИПСИ. Они сразу же понимали, что это достаточно затратно, в условиях современного платежеспособного спроса сложно, и это в какой-то степени преподствовало приходу иностранного капитала на российский страховой рынок, который понимал, что капиталисты прекрасно понимают, что работать надо не только в крупных городах, но в целом, в противном случае, регулирование будет как-то направлено на повышение доступности для всех регионов России, им придется не сладко. Поэтому тема диссертации, сама диссертация, здесь все сделали правильно, и необходимость разработки такой тематики действительно необходима. Главное, как и соотнесение вопросов развития страхования и регионального страхового рынка с самим регионом. Все понятно. Теперь, поэтому мне хотелось сказать, что и актуальность, и новизна в этой работе присутствуют, это позволяет голосовать за и дать позитивный отдых. Теперь, что касается недостатков, которые в этой работе присутствуют. С одной стороны, стандартная фраза «нет работных недостатков», с другой стороны, действительно, это недоработки, которые можно было бы устранить, но, тем не менее, они остались в работе, и сейчас мы их имеем возможность обсудить. Уже не первое замечание касательно того, что Хакасия, наверное, не лучший полигон, не лучший пример для обсуждения проблем региональных страховых рынков. Если вот так рассудить про Российскую Федерацию с точки зрения ее регионального развития, ну или экономической географии, как мы, в принципе, все с вами привыкли делать, то существует концепция четырех Россий, концепция, которая выдана профессором Зубаревичем с Московского университета, и которая довольно-таки неплохо отражает реальную действительность, и в ней показано, что есть Россия, Москвы, Санкт-Петербург, Россия относительно средних городов, в которых несколько по-иному, сельская Россия и Россия отдаленных регионов, Россия других даже культурных, культурных челений. И вот если бы мы разобрали эту концепцию четырех Россий, то выяснилось бы, что теория, которую разработала госпожа Прокопьева, она вполне подходит, как минимум, для одной части. Для России недостаточно развитой экономически, недостаточно развитой промышленно, может быть, даже депрессивной, можно назвать депрессивными такие регионы. Но, к сожалению, и Сертан этого не сделал. Отчасти я это понимаю, почему, потому что мы все находимся в плену специальностей, которые имеют место быть, финансы или экономико-правильным хозяйством и так далее. Здесь кажется, что есть противоречия пересорка специальностей, но нет, здесь это было бы как раз в достаточной степени объяснением, почему Хакасия является показателем хотя бы для вот этой одной четвертой части Российской Федерации, что уже немало, это будет значительно больше, чем потенциальные страховые рынки, там, предположим, большей части Казахстана или каких-то иных стран. Поэтому недостаток, который есть, на мой взгляд, абсолютно недостаточно было пояснения десертанта в отношении выбора именно Хакасии как родного места, место, где она живет. Ну что нам тогда кому-то писать про Василиостровский район, а кому-то про Таганский район Москвы? Наверное, это тоже будет не вполне правильно. Мы все-таки решаем задачу с вами общую экономическую и народно-хозяйственного значения. Это первый недостаток. Второй недостаток. Автор выделил диспропорции развития регионального страхового рынка и региона. И в этом заключается новизна. Здесь я согласен. Но сказавший диагноз, все-таки хотелось бы услышать и про лечение. То есть, как снижать такие диспропорции. Но вот про лечение автор немножечко стыдливо умалчивает. Наверное, предполагает, что эти рецепты достаточно жесткие. Третий недостаток мне представляется достаточно серьезным и важным. В России уже несколько, ну, как минимум два года введено умененное страхование жилья, которое отдано на регулирование регионального органа управления, которые могут формировать свои собственные программы такого страхования. Автор тоже обходит вниманием. Отчасти, я даже понимаю, эти программы не сильно пошли к регионам. Но рассматривать региональный страховый рынок в отрыве от имеющегося инструмента, который можно внедрять, но который по каким-то причинам не внедряется и не сделает анализ, и является тоже неверным, неправильным. Но, тем не менее, этот кусок, который не сделан, не означает, что другого сделано не было. Каждый раз я буду такие дисклеймеры говорить, что, несмотря на недостатки, тем не менее, работа удалась, чтобы не было какого-то превратного впечатления. Теперь следующий недостаток касается того, что нет, в предложениях автора не звучит проблематика страхового регулирования. На сегодня у нас единое законодательство по России. Когда-то был потенциал отдельного законодательства для Республики Акарстан, сейчас такого, давно уже такого потенциала нет. Федеративный договор такую возможность устранил. Но, тем не менее, возможность какого-то пропорционального регулирования, возможность введения региональных лицензий лежит на поверхности, высказываясь неоднократно, и по-хорошему требует теоретического обоснования, которое и могло бы быть предпринято в данном. Ну и напоследок замечание уже скорее такого технического характера, в какой-то степени связанное с невнимательностью автора и, может быть, оторванностью от центров принятия решений в России. Опять же, это Москва и Петербург. Автор предлагает создать срос страховых брокеров. Но вот вы знаете, я сегодня участвовал в мероприятии как раз этого сроса, которое создано уже далеко не первый год. Существует признано Банком России, все брокеры Российской Федерации, какие только есть в сегодняшний момент, в этом срослое, стоят. Я имею честь быть членом Совета этого срослоя. У меня было неприятно, что нас нету. Ну, могу даже рукой помахать. Есть такая саморегулируемая организация. И поэтому, если вот хочется давать такие предложения и замечания, то, очевидно, нужно учитывать, как сложившуюся систему управления в России, какая есть, включающая себя саморегулируемой организацией, или давать какие-то комментарии, касающиеся, что же нужно улучшить, или, может быть, наоборот, закрыть его, новое состояние. Но автор это не увидел, и, соответственно, такое замечание получил. Тем не менее, в целом работу поддержать надо. Я уже говорил, что готов голосовать за коллег. Несмотря на недостатки важности этой проблемы, ее многогранность, значительное количество возможностей для развития, которые увидела госпожа Прокопьева, позволяют мне заключить, что ее работа соответствует требованиям, предъявляемым документом по экономике, по специальности, соответственно, финансо-денежное обращение и кредит, и высказать мнение, которое я не хочу навязывать, но хочу предложить всем коллегам, что госпожа Прокопьева и Евгения Леонидов заслуживают присуждения и с новой степени доктора экономических наук. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Александр Андреевич. Слово вам, Евгения Леонидовна. Спасибо, Александр Андреевич, за интересные и важные замечания. Хочу отметить следующее. Все-таки по поводу выбора Хакасии как основного региона для исследования, я считаю, что все-таки Хакасия – это стратегически важный регион, то есть это не просто малый удаленный депрессивный регион России, поскольку здесь сосредоточены значительные запасы природных ресурсов и полезных ископаемых, 166 месторождений, причем некоторые из них довольно редкие и присутствуют только в данном регионе, я не буду все это перечислять. Здесь также присутствует самая мощная гидроэлектростанция в России, и две трети составляет лесной фонд, и также угольная промышленность, ну и другие очень важные отрасли экономики. И при всем при этом Хакасия – регион, который почти по всем критериям типологии является проблемным, это моноотраслевая добывающая структура с депрессивным характером, низкий уровень бюджетной обеспеченности, плюс к тому еще национальная республика, ну и нереализованные потенциалы туристические, инвестиционные и прочее. Поэтому как регион она довольно показательна, и можно сказать, на основе анализа диспропорции, который тоже в работе проведен достаточно серьезно в разных аспектах, то есть там и показатели глубины и плотности страхования, об этом говорят, и соотношение ВРП страховых премий, и индексная рейтинговая модель, то есть у нас большинство регионов испытывают такие диспропорции. Поэтому в данном случае все-таки вот это как пример. Но вашу рекомендацию я учла, профессора Зубаревича почитала, действительно согласна, то есть в дальнейших исследованиях я планирую все-таки вот эту группировку регионов сделать, выделить несколько относительно крупных групп, потому что здесь у меня деление по федеральным округам, я посчитала, что это достаточно логично, потому что я разные группировки рассматривала, но тем не менее, то есть большая часть факторов, она все-таки совпадает. Тем не менее, собираюсь углубить это исследование, и как раз вот фактор урбанизации во многом определяет и страховой потенциал, и все остальные моменты. Так, следующее замечание. Так, по поводу направлений снижения диспропорций регионального развития, направления определены в работе, это формирование оптимальной структуры страхового рынка, то есть здесь предполагается создание региональных страховых компаний, ну если это мелкий регион, то это могут быть и межрегиональные компании, привлечение страховых посредников, это оптимизация ценообразования на страховые услуги, это инвестиционное развитие, все-таки стимулирование страховых инвестиций в регионе и другие. По поводу страхования жилья, чрезвычайных ситуаций, на самом деле объем диссертации не позволил рассмотреть этот вопрос специально, и по этому поводу у меня написаны статьи, особенно после ситуации, когда произошел пожар в 2015 году в Хакасии, очень серьезные были убытки и человеческие жертвы, и вот тогда встал вопрос, и не только в регионе, но и во всей стране, о том, что нужно как-то стимулировать страхование жилья, но несмотря на ваши замечания, скажу, что в Хакасии ситуация до настоящего времени никак не поменялась, то есть механизмы страхования жилья, они до сих пор не разработаны. Единственное, что страховщики пытаются в весенний период, когда половодье и риски пожаров, они просто пытаются привлечь страхователей, буквально ходят по домам и предлагают застраховать эти риски, но это малоэффективно. Тем не менее, в работе страхования жилья упоминается и рассматривается в разных аспектах, то есть при анализе страхового рынка в пункте 1.1, также в пункте 4.1 рассматривается как один из видов приоритетного страхования в регионе для региональных страховщиков, дано предложение по субсидированию страхования жилья, по примеру льготной программы в Москве, которая существовала тоже до недавнего времени, предложение по введению льготы по земельному налогу и налогу на имущество тоже при страховании жилья, предложение о превентивных противопожарных мероприятиях в частном секторе совместно с страховщиками региональными властями, которые могут реализовываться, ну и в программе развития страхового рынка тоже есть пункт о стимулировании страхования жилья, то есть в работе, в принципе, эта проблема рассмотрена. По поводу следующего замечания о возможности лицензирования региональных страховых компаний с меньшими требованиями, соглашусь, что в работе эта проблема не освещена в достаточной мере, но в главе 4 есть такая рекомендация, требования к уставному капиталу региональных страховщиков могут быть установлены более мягкие, нежели общие требования в соответствии с законом, но детального обоснования проблема не получила. В дальнейших исследованиях постараюсь это учесть. Ну и по последнему замечанию с вами согласна. Спасибо. Александр Андреевич, удовлетворены ли вы ответами диссертанта на ваши вопросы, замечания, проблемы? По большому счету да, хотя вопрос хороший для меня ко мне остался. Я готов понять любовь к этому региону. Спасибо большое, Александр Андреевич, за ваш комментарий. Слово предоставляется для оглашения отзыва Яновой Светлане Юрьевне. Светлана Юрьевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Меня хорошо слышно, да? Да. Уважаемые коллеги, мне с одной стороны повезло, с другой стороны не повезло. Передо мной было высказано много компетентных мнений. Я поэтому повторяться не буду, да, вот постараюсь, по крайней мере, сосредоточиться только на том, может быть, о чем еще не говорили мои коллеги о Совете. Поэтому в своем отзыве на диссертацию Тракофьевой Евгении Леонидовны «Региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона» я буквально пройдусь по моментам, которые показались мне важными. По первому разделу, в отношении актуальность и выбранные темы, мне кажется, сейчас, конечно, очень много любых актуальных тем, в том числе и в страховании. А вот Евгения Леонидовна выбрала тему, которая имеет двойную актуальность, так скажем, да, потому что региональный страховой рынок – это часть экономики региона, а с другой стороны – это часть национального страхового рынка. И вот, к сожалению, в большинстве регионов страховой рынок не является частью экономики, а является только частью национального страхового рынка, если таковой, конечно, есть. В большинстве регионов его нет в принципе, регионального страхового рынка. И вот мне, конечно, импонировал такой запал нашего соискателя – попробовать решить эту проблему и показать, что региональный страховой рынок нужен экономике региона. И именно чем нужен, да, как можно использовать его достоинства и возможности. В отношении второго раздела отзыва об основанности научных положений и выводов диссертационной работы могу сказать, что анализ всех источников указан, более двухсот. В том числе, да, больше четверти на английском языке из них меня убедил, и периодические издания использовались, и статистические базы национальные и зарубежные. Я думаю, что ни у кого из коллег тоже не вызвала достоверность каких-то вопросов. В отношении новизны третьего раздела мне бы хотелось несколько своих, не то, что замечаний, да, обобщений сделать в отношении тех результатов, которые мне показались действительно обладающими существенными признаками научной новизны и которые можно считать сугубо личным вкладом автора решения вопросов развития регионального страхового рынка. Во-первых, была разработана концепция схема, которую автор предлагает как вариант возможного воздействия основных индикаторов и основных параметров регионального страхового рынка на развитие региона. Это вот с одной стороны, а с другой стороны на развитие национального страхового рынка. И эта концепция, эта схема легла в основу разработки уже конкретного практического алгоритма по обеспечению эффективности влияния страхового рынка на развитие региона. В отношении иного пункта новизны, касающегося классификации, типологии регионов, об этом вот уже говорили в предыдущем выступлении, об обосновании выбора региона, то в принципе типология эта проведена нашим соискателем и критерии выделены и предложены, которые как раз связаны с оценкой регионального страхового рынка и с тем, как он может влиять на развитие региона. Предлагает автор учитывать это в стратегиях развития регионов и не только экономических или социально-экономических, но и финансовых стратегиях. Но вот дело в том, что, конечно, то, что предлагают авторы, то, что предлагают в принципе региональные страховщики, довольно трудновыполнимо и, к сожалению, не всегда учитывается в программах развития страхового рынка. К сожалению, могу вот констатировать, что национальный рынок есть, региональных рынков почти. Наверное, надо технический перерыв, да? Да, объявляю технический перерыв номер один для того, чтобы нам наладить связь. Светлана Юрьевна, сейчас мы... Что-то пропало, да? Вы сказали, я извиняюсь, вы сказали, что региональных рынков нет, это было... А, да, вот это последнее. Да, 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 да. Хорошо. Можно секундочку, Светлана Юрьевна, моменты. Один законченным. Светлана Юрьевна, пожалуйста, приступайте. Вам слово. Спасибо большое, приношу извинения, я даже, да, вот не знаю, насколько, вот, к сожалению, так подвела. Поэтому я постараюсь короче, поскольку ГОЗов представлен. В отношении факторов, да, еще одного пункта новизны, о котором бы хотелось сказать, поскольку факторы, очень важное значение определения факторов в работе имеет, которые влияют на развитие регионального страхового рынка, то мне бы хотелось сказать, что, конечно, анализ взаимодействия автор основывает на оценке особенностей развития всего национального страхового рынка, да, по крайней мере, такая попытка предпринятая. И выделяет две группы факторов, стимулирующих и сдерживающих. Они являются значимыми и на региональном уровне, и на общенациональном. Мне показалось это важным и интересным, что не просто систематизация проведена, а такая стратификация даже, да, поскольку я говорила уже о двойственном характере актуальности, что важен рынок региональный с двух точек зрения, региональной экономики и национального страхового рынка. Это вроде бы разные уровни развития экономики и систематизации экономики, а вот они в такой стратификации порождают интересные группы факторов, которые авторам и предложат. И последнее вот из новизны, что хотелось бы отметить, это подтверждение математической, экономико-математической, взаимосвязи инвестиционного и страхового потенциала, инвестиционной активности страховщиков. У меня там есть некоторые замечания, я, наверное, там одно из них озвучу, потому что мне не очень импонирует подход, когда страховой инвестиционный потенциал немножечко подменяется автором, да, инвестиционный потенциал несколько другая область и характеризует не страховые премии, все-таки сборы, а страховые резервы и страховые фонды и даже капитал страховщика в большей степени, чем страховые сборы. Можно обладать огромным инвестиционным потенциалом и совершенно не обладать страховыми. Вот, к сожалению, региональные многие страховщики имеют избыточный капитал, который не востребован, да, региональный капитал. Теперь перейду к замечаниям, с вашего позволения. Первое замечание у меня касается группировки факторов развития регионального страхования. Она, конечно, обоснована со всех точек зрения, да, соискателем, но уж она слишком укропнена и несколько мне показалась общей, да. Мы привыкли эти факторы видеть во многих документах и мегарегулятора, и саморегулируемых организаций, ассоциаций страховых. Мне бы хотелось в будущем, чтобы соискатель Евгения Леонидовна, она как-то детализировала, да, эти факторы, если будет заниматься в своем регионе и далее этой проблемой. Второе замечание, поскольку инвестиционная деятельность сейчас действительно очень важна для экономики, это единственный ресурс для развития экономики национальной, да, и региональной, то, конечно, хотелось бы пояснений, все-таки какие инструменты автор предлагает, конкретные технологии и инструменты для активации инвестиционной деятельности региональных страховщиков. Может быть, и не региональных, да, а страховщиков национального уровня, но в региональной экономике. И еще одно замечание, третье, поскольку страховой рынок, он является важным сектором, структурным элементом финансового рынка в целом, и страховщики, они всегда рассматривались в качестве финансовых институтов, но инверсионного финансового цикла. Об этом, кстати, Петр Владимирович говорил, да, тоже, когда удивился, что соискатель отказывает банкам в сотрудничестве, в содружестве со страховыми компаниями. Вот мне тоже показалось, что мало внимания уделено этому аспекту. И не только в сотрудничество с банками, которое сейчас, может быть, принимает не столь хорошие формы, да, определенный мистелинг там присутствует, но есть и другие, есть и инвестиционные компании, боевые инвестиционные фонды другие, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансы, лизинг, да, факторинг, где страховщики везде представлены. Мне бы хотелось, чтобы все-таки бизнес-партнеры по финансовому рынку нашли отражение в ваших будущих работах, потому что полноценного регионального страхового рынка и региональных инвестиций без финансовых потребников, мне кажется, не очень возможно добиться. В целом же, диссертация Прокопьева Евгении Леонидовны «Региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона» соответствует требованиям, которые установлены приказом от 1.09.2016 года номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по искомой специальности в финансы, денежное обращение и кредит. Поэтому, конечно, работа очень интересная, и поддержать всегда приятно такие работы. Спасибо за внимание. Светлана Юрьевна, большое спасибо. Слово предоставляется диссертанту для ответа на... Спасибо большое, Светлана Юрьевна, за замечание. По поводу группировки общероссийских факторов развития регионального страхования. Справедливое замечание, да, оно действительно слишком укрупненное. Далее у меня по тексту идет разъяснение по каждому фактору с приведением аналитических данных. Но здесь я соглашусь с тем, что нужно более структурировать и детализировать схему, чтобы она была более наглядной. По поводу значимости инвестиционной деятельности и какие конкретные инструменты предлагаются для активизации инвестиционной деятельности. Значит, здесь у меня в работе предлагается использовать налоговые льготы, как я уже говорила, для страховщиков, реализующих приоритетные виды страхования и инвестирующие средства в реальный сектор экономики региона. Возможно, обязательно инвестирование части страховых резервов в экономики региона, если страховщик реализует субсидируемые виды страхования, как, например, страхование жилья или страхование сельского хозяйства. Последнее тоже очень актуально для региона, потому что Хакасия сельскохозяйственный регион, но и как в большинстве других, этот вид страхования находится на очень низком уровне, региональные программы не работают. Ну, также масштабное страхование жилья, о чем я уже говорила ранее, потому что это не только страхование самих объектов, но это и строительная отрасль, это тоже связано с инвестициями. Ну, и в целом повышение финансовой грамотности граждан, потому что многие люди действительно не имеют представления даже о элементарных выгодах и преимуществах заключения. Тоже долгосрочное страхование жизни, в чем отличие от банковских вкладов, к сожалению, многие просто даже не вникают в эти вещи. И последнее замечание, тоже довольно-таки интересное, и я с этим согласна, что в работе, наверное, упустила этот момент, по поводу взаимодействия страховщиков и банков. Ну, на самом деле, в Хакасии страховщики и банки, это вот такие самые мощные сегменты финансового рынка, банковских единиц, около 100 присутствует страховщиков, у нас 53 филиала, филиалы только. В числе остальных финансовых посредников присутствуют микрофинансовые организации, 8, ну, я даже данные выбрала, ломбарды порядка 30, кредитные потребительские кооперативы около 20, все, вот это в основном мелкие финансовые посредники, и занимаются они, как правило, кредитованием неплатежеспособности граждан или малого бизнеса. И взаимодействуют, в первую очередь, с банками по поводу ведения счетов, кредитования, в меньшей степени со страховщиками. Вот, поэтому данный момент я не учла, конечно, но хотя в структуре классификации факторов у меня такие факторы близкие, смежные, выделены, как эффективное функционирование финансовых, эффективность функционирования финансовых рынков, вот, но в дальнейшем, конечно, данное пожелание учту, и оно, даже вот этот аспект представляет особый интерес для исследования. Спасибо. Светлана Юрьевна, удовлетворены ли Вы ответами диссертанта на Ваши замечания и ремарки? Спасибо большое. Я просто лишний раз убедилась, насколько сыскателям было сложно в таком регионе, который не имеет страхового такого рынка и финансового рынка, в общем, отличается как раз своим производственным потенциалом. Насколько сложно было строить работу и насколько она получилась с индустрией. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Спасибо. Теперь разрешите мне озвучить отзыв Белозерова Сергея Анатольевича. Так как уже много было всего сказано, позвольте, и сам текст отзыва у нас находится для предварительного ознакомления, опубликован на сайте СПБГУ. Позвольте мне кратко огласить весь отзыв и просто остановиться на основных замечаниях, которые есть в отзыве. Отзыв члена диссертационного совета доктора экономических наук профессора Белозерова Сергея Анатольевича на диссертацию Прокофьева Евгении Леонидовны «Региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона». Представлены на соискании ученой степени доктора экономических наук по специальности 080010 «Финансы, денежное обращение и кредит». В отзыве показана актуальность исследования, достоверность и научная новизна, положение выносимых и рекомендации сформулированной диссертации. Также показана теоретическая значимость, отмечена особо практическая значимость работы. Подробно, очень подробно рассмотрена научная новизна и выделено прямо несколько страниц, посвящено по пунктам научным результатам, которые получены диссертантам. Особенно значимые результаты для страховой науки и регионального управления выделены также в данном отзыве. Еще раз, этому посвящено достаточно много страниц, и с этим можно ознакомиться на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Я остановлюсь на основных замечаниях, которые отмечены в отзыве. Прежде всего, номер замечания первое. Справедливость утверждения автора о том, что страховой рынок представляет собой отрасль финансовой инфраструктуры и как составляющая финансовая система государства зависит прежде всего от экономической ситуации в стране, от размера и структуры, создаваемой в ВВП и темпа просто реальных располагаемых доходов граждан, не требует комментариев. Однако, на основании этого утверждения автор сделает вывод о том, что обеспечить устойчивость страхового сектора значительно сложнее, чем устойчивость других отраслей в сфере экономики. На наш взгляд, такой вывод неоднозначен и требует дополнительной аргументации. Замечание номер два. Классификация регионов, представленная автором таблицы 2.1, является важным результатом научно-исследовательской работы автора. Но, на наш взгляд, дополнительного обоснования требует выбора критериев классификации, а также их значимость для раскрытия предлагаемой концепции. Следующее замечание. Автор делает утверждение о том, что если парные коэффициенты корреляции между конкретными социально-экономическими показателями регионов и показателями страхования имеют высокие значения, 0,9 и выше, данный фактор следует считать общим региональным фактором для всех или подавляющего большинства регионов России. Данное утверждение вызывает ряд вопросов. Какие показатели следует использовать при определении значения коэффициента корреляции, когда данный фактор является специфическим для всех регионов, а когда для их подавляющего большинства, и насколько данный фактор должен являться незначимым, чтобы его можно было исключить из анализа региональных факторов. Следующее замечание. На основании исследования, результаты которого были изложены в подразделе 2.2, автор делает вывод о том, что углубленный анализ проявлений региональных факторов, а также направление их воздействия на структуру страхового рынка, необходимо провести на примере Республики Хакасия. Почему? На наш взгляд требуется дополнительное обоснование данного вывода. Замечание номер пять. Среди мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования страхового рынка Республики Хакасия, автор определяет и такое, как передача части регулирующих функций на уровень регионов. Какие регулирующие функции должны быть переданы регионам с точки зрения автора, если развитие региональных страховых рынков определяет влияние различных совокупностей факторов. И последнее замечание. Хотелось бы узнать мнение автора о влиянии на развитие региональных страховых рынков такого фактора, как пандемия COVID-19. Какое место занимает этот фактор в предложенной автором классификации факторов? Несмотря на обозначенные вопросы и замечания, считаю, что содержание диссертации раскрывает и подтверждает выдвинутую автором гипотезу о положительном воздействии регионального страхового рынка на развитие экономики региона. Поставленная цель диссертационного исследования, на наш взгляд, достигнута. Определенные автором задачи решены. Диссертация Прокопьева Евгения Леонидовны «Региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона» соответствует требованиям, установленным приказом от 01.09.2016 года, номер 6821-1, о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Прокопьева Евгения Леонидовна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 080010 «Финансо-денежное обращение и кредит». Пункты 9 и 11 установленного указанного порядка диссертантам не нарушены. Член диссертационного совета, доктор экономических наук, заведующий кафедрой управления рисками и страхования Санкт-Петербургского государственного университета, Белозеров Сергей Анатольевич. Отзыв подписан лично. Пожалуйста, предоставляется вам слово для ответа на замечание, прозвучавшее в отзыве. Спасибо, Жанна Викторовна. По поводу первого замечания, устойчивость страхового рынка действительно обеспечить сложнее, чем устойчивость других отраслей экономики. Это связано с тем, что ухудшение состояния экономики как проявление ее неустойчивости, с одной стороны, требует усиления финансовой защиты для предприятий, организаций и является фактором спроса на страховые услуги. Но, с другой стороны, в таких условиях неустойчивость экономики, она провоцирует снижение финансовых возможностей тех же самых предприятий и организаций по приобретению страховых полисов и по приобретению страховой защиты. Поэтому такие разнонаправленные тенденции. Кроме того, существует в страховании временной интервал между временем заключения договора и сроком действия договора, выполнением обязательств. То есть при заключении договора страховой портфель может включать в себя стандартные риски, а при исполнении ситуация может измениться, произойти ухудшение ситуации, что приведет к повышению объема выплат, и это еще один фактор неустойчивости страхового сектора. Ну и можно сказать также о долгосрочных договорах, что ухудшение любой финансовой ситуации снижает возможности граждан по заключению долгосрочных договоров и, с другой стороны, создает проблемы для страховщиков по выполнению уже действующих договоров страхования. В отношении второго вопроса, классификация регионов, выбор критерий классификации. Данный вопрос и ответ уже озвучивался, поэтому вкратце скажу, что типология нацелена на раскрытие концепции, поскольку она дает возможность выделить перечень факторов, построить классификацию факторов и рисков, ну и разработать необходимые виды страхования, требующие развития в регионе и методы управления ими. Следующий вопрос относительно значения коэффициентов корреляции. При определении парных коэффициентов корреляции проводилось сопоставление региональных факторов и социально-экономических показателей, которые соответствуют этим факторам. Далее по алгоритму исследования, представленному на рисунке 2.3, к сожалению, здесь некорректно у меня открывается, поэтому не буду этого делать. Для коэффициентов корреляции 0.9 и более фактор рассматривался как общий для всех регионов, то есть это в результате пространственного анализа было выявлено, для всех или подавляющего большинства регионов России. Например, в нашем примере это объемы банковских вкладов, производство продукции обрабатывающих отраслей, то есть такие факторы, они присутствуют практически везде и являются значимыми. Если коэффициент корреляции 0.7 и 0.9, то есть это уже фактор может быть общий для значительной части регионов, то есть это 1, 2, 3 федеральных округа может быть. Если коэффициент менее 0.7, это уже может быть специфический фактор для одного или нескольких регионов, субъектов федерации, может быть незначимым. То есть дальше мы уже применяем динамический анализ и определяем на примере конкретного региона, будет ли он значимым или нет. Так, например, сельскохозяйственное, то есть объемы... Да, простите, я немножко сокращу, наверное, свое выступление. Про Хакасию не буду говорить, поскольку это уже обоснование было. Среди мероприятий, направленных на повышение функционирования Хакасии, какие функции предлагается передать на уровень регионального регулирования? Это регулирование деятельности региональных страховщиков, а также филиалов страховщиков из других регионов, регулирование инвестиционной деятельности в регионе, определение развития приоритетных видов страхования и регулирование ценовой политики в добровольных видах. И на последний вопрос по поводу влияния COVID-19, на момент исследования и написания работы данный фактор еще не проявил себя в полной мере. Можно сказать, что и на данный момент еще мы не видим определенных результатов на страховой рынок, поэтому он, конечно, в работе подробно не исследован, но является значимым и требует специального изучения. Логика исследования здесь может быть следующей. Это изучение отрицательных последствий влияния пандемии на экономику страны и региона и жизнь граждан, классификации рисков пандемии по видам страхования, учет этих рисков в страховых продуктах разных типов, региональная статистика ее исследования и построение программы развития видов страхования, обусловленных влиянием данного фактора. Спасибо, я закончила. Спасибо большое, Евгения Леонидовна. И теперь приступаю к оглашению отзыва председателя диссертационного совета на диссертацию Прокофьев Евгении Леонидовны. Поскольку времени очень не так много, и мы уже очень много обсудили, что мы увидели очень яркую и актуальность темы, и увидели, насколько многогранно и действительно эта проблема, и требуют решения, потому что и региональные диспропорции, они очень серьезные у нас, и регионы, выбор региона тоже был обоснован с разных позиций. Поэтому я остановлюсь на кратком изложении отзывов и остановлюсь только на тех замечаниях, которые еще пока не были озвучены. Но прежде всего в моем отзыве присутствует оценка актуальности темы, которая действительно не вызывает сомнения. Хочется выделить отдельно большую работу, проведенную автором по сбору и анализу информации. Огромный пласт статистической информации был, как по страховому рынку Хакасии, так и по российскому рынку. Это действительно является очень ценным, я думаю, что это будет использовано в дальнейших исследованиях. Степень достоверности, научная новизна, теоретическая и практическая значимость тоже не вызывают сомнений. На этом я сейчас останавливаться не буду и на наиболее значимых результатах, которые тоже отмечены в отзыве, останавливаться не буду. После прочтения диссертации Прокофьева Евгении Леонидовны остается впечатление добротного исследования. Видна большая работа, кропотливая действительно работа, она видна очень хорошо. Но есть некие замечания и ремарки, которые бы хотелось мне озвучить. Прежде всего, хотелось бы уточнить у автора работы, что понимается под его таким словосочетанием, как эффективное воздействие. Автор говорит, что эффективность влияния обеспечивается выработкой правленческих решений, но своей трактовке понятие эффективное воздействие не дает. Более того, опять же, с эффективностью воздействия связан и алгоритм, который предлагается авторам, алгоритм обеспечения эффективного воздействия регионального страхового рынка на развитии региона. Поэтому, конечно, хотелось бы увидеть и услышать четкую трактовку данного понятия. Также хотелось бы более понятное и четкое разделение между эффективностью функционирования и эффективностью воздействия. Проводит ли автор вообще различия в понимании этих терминов или это в одном направлении рассматривается терминология. Следующее. Мы уже говорили много о двухуровневой уровне регулирования, государственного регулирования страхового рынка, о ее возможном внедрении, может быть, необходимости, но насколько на сегодняшний день это актуально, с учетом того, что в Хакасии нет вообще ни одной своей национальной компании. Объявляется технический перерыв номер два. Продолжение следует... Технический перерыв номер два объявляется закрытым. Продолжаем. Так, я немножко отвлеклась. Так, я остановилась на двухуровневой системе регулирования. Ну, я об этом сказала, да, до перерыва о том, что действительно это возможно, есть много вариантов и есть определенный опыт, и мы понимаем, что не всегда, то есть есть различные классификации, региональная дифференциация просто катастрофическая, но насколько это актуально и возможно сейчас, когда вообще в Хакасии нет своих страховых компаний. То есть кого регулировать-то, получается, только филиалы и самих потребителей. То есть вот это очень такой момент, но это даже скорее как не замечание, а как вопрос для обсуждения. Также хотелось бы узнать, уточнить у автора, что понимается под эффективно работающим страховым рынком с позиции такой. И вообще слово эффективный часто встречается в работе, и эффективная система страхования, эффективный региональный страховой рынок, вот хотелось бы действительно более точное, четкое понимание автора вот этой терминологии. Ну и последнее, что бы хотелось бы уточнить у автора, а то, что, может быть, даже это как такая ремарка, в автор приводит расчеты в своей работе парных коэффициентов корреляции, их факторными признаками использованы социально-экономические показатели по всем регионам. Но в качестве этого факторного признака используются все субъекты Российской Федерации, то есть, в общем-то, рынок Российской Федерации. Поэтому вот в таком разрезе не видно региональной дифференциации. Гораздо было бы интереснее, если было сделано по регионам, в региональном разрезе, по каждому региону, что изначально, в общем-то, насколько я поняла и хотела сделать автор. Все вот озвученные ремарки и замечания, они не ставят под сомнение ценность проведенного исследования. И диссертация Прокопьева Евгения Леонидовны на тему региональный страховой рынок и его влияние на социально-экономическое развитие региона является самостоятельной научно-исследовательской работой, соответствует основным требованиям, установленным приказом от 01.09.2016 года, номер 68.21, о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, а соискатель Прокопьева Евгения Леонидовна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.0010, финансово-денежное обращение и кредит, пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Председатель диссертационного совета, доктор экономических наук, доцент кафедры управления рисками страхования Писаренко Жанна Викторовна. Я закончила, пожалуйста. Спасибо, Жанна Викторовна. По поводу ваших замечаний. Эффективное воздействие в контексте исследования означает воздействие страхового рынка на развитие региона, которое влечет за собой повышение экономического потенциала в регионе, в том числе финансово-страхового-инвестиционного. То есть если при увеличении объемов страхования не наблюдается положительной динамики социально-экономического развития по каким-либо показателям, то страховой рынок не оказывает эффективного воздействия на экономику. Количественно это характеризуется региональными диспропорциями между показателями экономики и страхования. Страховой рынок работает неэффективно, поэтому мы наблюдаем, что страховой капитал перетекает в другие регионы, наиболее эффективные. По поводу структуры подходов, опять же, алгоритмы обеспечения эффективного воздействия. И здесь хотелось бы отметить, что объем работы мне также не позволил всесторонне исследовать понятие эффективности, но более ранние исследования и монография в том числе этому посвящены. И как раз-таки здесь я выделяла исследование эффективности на микроуровне. Это как любой компании, любой организации. И на макро- и мезоуровне это эффективность страхования как социально-экономической системы, которая проявляется в реализации страхованием его функций. Страхование как отрасль, то есть эффективность как отрасли экономики. Это показатели глубина страхования, плотность, объемы инвестиций, диверсификации и как рыночного механизма, то есть это выражается ассортиментом услуг, региональной сбалансированностью, уровнем конкуренции и другими рыночными параметрами. Поэтому в данном контексте эффективность и рассматривалась. И, собственно, эффективность функционирования, это понятие более широкое, оно подразумевает эффективность в традиционном понимании, как соотношение затрат и результатов. А эффективность воздействия мы оцениваем путем сравнительного анализа показателей страховых рынков и регионов между собой, экономических и страховых показателей. По поводу замечаний, что в Хакасии, как и в ряде других регионов, нет собственных страховых компаний, да, действительно, местные страховщики зарегистрированы только в 30 регионах, в остальных действуют филиалы. Но это действительно является проблемой. Предложение есть, конечно, о создании региональных страховых компаний, но это тоже, как мы понимаем, затратно и не всегда эффективно. Однако в работе имеется предложение как раз-таки по регулированию деятельности филиалов и инвестиционной активности, стимулирование инвестиций региональными органами власти. Это и стимулирование развития приоритетных значимых видов страхования, ограничения по ценообразованию, но это, конечно, требует изменения законодательства, все-таки на общефедеральном уровне. То есть часть мероприятий реализуемые, часть требует общероссийского вмешательства. Так, эффективно работающий страховой рынок, это понятие, да, я уже немножко пояснила, что здесь эффективность рассматривается как применительно к рыночному механизму, да, поэтому если мы говорим об эффективно работающем страховом рынке, то рассматриваем такие значения, показатели, как охват объектов, конкуренция, качество, услуг, стоимость страхования, территориальная сбалансированность и другие. То есть здесь рейтинговые модели, индексные, они позволяют оценить эффективность рынка. Так, и последнее замечание по поводу коэффициентов корреляции. То есть корреляционная модель, она, значит, имела целью показать взаимосвязь показателей социально-экономического развития и страхования, да, пространственный анализ, он действительно не показывает дифференциацию, но для этого использовались другие модели. Рейтинговая, индексная модель, основанная на диспропорциях и рисках. Я закончила. Спасибо. Спасибо за ответы. В общем-то, в принципе, ответили. Думаю, что некоторые ремарки и замечания, наверное, это уже тема будущих исследований, где возможно как раз показать более глубокую региональную дифференциацию, чтобы не только фокусироваться на одном рынке. Спасибо большое. Да, спасибо, согласна. Уважаемые члены диссертационного совета, я вас всех опросила по поводу того, удовлетворены ли вы ответами нашего диссертанта. Я получила от вас положительные ответы. Со своей стороны говорю, да, я тоже удовлетворена ответами диссертанта. Теперь приступаем к реализации следующей повестки. Выступления присутствующих в зале на защите диссертации, но не входящих в состав диссертационного совета. Если желающие в зале выступить... Пожалуйста, проходите, пожалуйста. Не забудьте, пожалуйста, представиться. Пожалуйста, не более двух минут. Пожалуйста, микрофон включите. Итак, Наталья Петровна Кузнецова, доктор экономических наук, профессор кафедры управления рисками и страхования. Так как мне дано всего две минуты, я постараюсь максимально сократить то, что я хочу сказать. Во-первых, я выступаю как рецензент по работе Евгении Леонидовны. На кафедре я выступала, по крайней мере, дважды. И во-вторых, как председатель экспертной группы, которая допускала диссертацию к защите по этой модели в Санкт-Петербургском государственном университете. Что я хочу сразу же сказать. Итак, вот то, что я вижу, пять лет человек работал только над этой диссертацией, потому что мы понимаем, что это итог колоссальной работы практически всей профессиональной жизни Евгении Леонидовны. Мы видим, безусловно, междисциплинарное исследование. Тут не только экономическая теория. И в частности, в части, о чем говорила Светлана Михайловна, в части теории отраслевых рынков. Потому что, как мы с вами понимаем, страховой рынок – это отраслевой рынок. И также регулирование, потому что то, что касается политики государства и регуляторных политик, это тоже, конечно, часть теории отраслевых рынков. Кроме всего прочего, мы видим, что тут есть, конечно, немалый вклад в теорию, в страховую науку в частности, в теорию религионовидения и также в теорию пространственной экономики. И вот тут никого не хочу обижать, но мне бы хотелось с Александром Андреевичем немножко, так сказать, поговорить, условно говоря. Я надеюсь, что это не будет слишком, так скажем, сильно. Профессор Зубаревич Наталья, она на самом деле действительно говорит относительно четырех России. Но первое, она от этой концепции, как я понимаю, буквально в последнее время отказалась. Она уходит именно от концепции четырех России. Это первое. Второе, все-таки мы с вами очевидно, то, что, по крайней мере, она пишет, а я несколько знакома с ее работами, это, конечно, работы социального географа. Это блестяще, и то, что есть у Евгении Леонидовны, конечно, в том числе затрагивает и эту часть исследований, и методологию, и методики исследований, в том числе и социальной географии. Но мне кажется, что в большей степени Евгений Леонидовна опирается на работы и на концепцию Броделева-Лежстайна, и в частности, на мир экономика. Вот это основная, конечно, концепция, и мы с вами еще понимаем, что мир экономики, то, что говорил Бродель, что Россия сама по себе есть мир экономикой, и у нее есть совершенно особый тип развития и роста. И все отраслевые рынки, которые, на самом деле, развиваются до сих пор в российской экономике, они также, на самом деле, притягиваются вот к этой концепции мир экономики Броделя-Лежстана. И, кроме всего прочего, не могу не отметить то, что говорила профессор Зубаревич относительно, от чего она не отказывается. То есть от того, что называется, циклического, некого такого скачкообразного смены в российской экономике, модернизации, контрмодернизации. Так вот, на самом деле, я полагаю, что она не первая, потому что об этом говорил и очень внимательно, и глубоко эту проблему исследовал Виктор Тимофеевич Рязанов. Мне кажется, что, на самом деле, уж если говорить, то говорить шире, и говорить, и привлекая множество авторов, и в том числе эконом-географов, о чем, на самом деле, Евгений Леонидов говорит, и, конечно, экономистов и экономических теоретиков, я бы так сказала. В принципе, мне кажется, что ученый совет не ошибется, если положительным образом проголосует за присвоение Прокофьеву Евгению Леонидовне, ученый-сейфни, доктора экономических наук по специальности 08-0010, финансово-денежное обращение и кредит. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу уточнить, есть ли вопросы, которые к нам бы поступили по интернету, онлайн? Нет, вопросов нет. Хорошо, спасибо. Можно ли в порядке дискуссии тогда уж одну минуту? Да, ну что, конечно, конечно, Александр Андреевич. Уподобимся Льву Давыдовичу в данном случае. Ну, действительно, хорошая дискуссия, потому как вопросы регионального развития они могут рассматриваться с разных точек зрения. Я привел одну, а может быть, и другая, может быть, что-то еще интересное по реализации регионального развития, или что-то по-другому. Это бы очень украсило работу, если бы было обосновано, почему. Хакасия является моделью, примером для нескольких регионов. Не более, но и не менее. Вот, наверное, про что я хотел сказать, поэтому пришлось, ну, наверное, четче высказаться. Спасибо большое, Александр Андреевич. Теперь представляется слово научному консультанту Галине Васильевне Черновой. Уважаемая Галина Васильевна, приглашаем вас к выступлению. Пожалуйста, расскажите о соискателе, о его работе. Уважаемый председатель, уважаемые члены Совета и присутствующие, полный текст отзыва и изделий. Я хотела бы остановиться на некоторых моментах. Первое, о личности соискателя. Я знаю давно Евгению Леонидовну, но последние пять с лишним лет мы очень тесно сотрудничали, поэтому я считаю, что имею право сказать следующее. Евгения Леонидовна уже сложившийся ученый, серьезный следователь и прекрасный человек. Второе, в работе следуется концепция о возможном положительном воздействии регионального страхового рынка на социально-экономическое развитие региона. Полученные в связи с рассмотрением содержания, обоснованием и подтверждением этой гипотезы на научные исследования я бы разделила на три части. Первая часть научных результатов связана с раскрытием самой концепции. Здесь я бы выделила два крупных результата. Это формирование схемы возможного воздействия регионального страхового рынка на социально-экономическое развитие региона. И второй результат, именно разработка алгоритма формирования положительного воздействия регионального страхового рынка на развитие региона. Рассмотрение второго вопроса, то есть разработка алгоритма, тоже сопряжена с новыми научными результатами, в частности, с выделением факторов развития самого национального страхового рынка и типовых регионов России. Второе, это построение классификации выделенных факторов на сдерживающие, стимулирующие третью классификацию факторов на управляемые непосредственно, опосредованно и неуправляемые. Вторая группа научных результатов, она больше носит подчиненный характер по отношению к раскрытию содержания самой концепции, но самостоятельный характер в то же самое время, потому что охватывает вопросы взаимодействия всей экономики страны, страховой отрасли, экономики региона и регионального страхового рынка. Здесь я бы выделила следующие научные результаты. Это обоснование целесообразности двухуровневого регулирования страхового рынка и разработку предложений по этому, так сказать, пункту. Второе, именно создание оригинальной типологии регионов России под подчиненной задачей исследования взаимосвязи и влияния регионального страхового рынка на экономику региона. Что здесь еще? Третий результат здесь. Автор представил оценку соответствия уровня регионального страхового рынка потребностям региона, и это очень важно и интересно. И четвертое, это модель сравнительного анализа развития регионов, типовых регионов, с учетом, именно с учетом степени соответствия уровня регионального страхового рынка потребностям этого региона. И, наконец, третья группа научных результатов, она связана с вкладом именно в методологию исследования влияния регионального страхового рынка на социально-экономическое развитие региона. И здесь два совершенно новых результата. Это формирование страхового портфеля региона, учитывающего региональные риски. Это первое. И второе, это укропненные и индексные модели рейтинговой оценки регионов, развития регионов, с учетом влияния на него регионального страхового рынка. В целом, я считаю, что хотя тут как бы выделены три группы, тем не менее все они связаны логикой исследования, и поэтому считаю, что представляет собой комплекс взаимосвязанных результатов. В целом, я хочу сказать, что работа выполнена самостоятельно, обладает научной новизной практической значимостью, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к написанию докторской диссертации, поэтому я считаю, что совет не ошибется, если проголосуют за присуждение ученой степени доктора экономических наук по специальности 08-010 соискателю Евгении Леонидовне Прокофьевне. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Галина Васильевна. Коллеги, уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, присутствующие в зале, кто-то хотел бы еще высказаться, есть ли какие-то замечания, вопросы? Если можно, Саксонова Светлана Михайловна. Да, пожалуйста, Светлана Михайловна. Я с большим интересом присутствую на защите диссертации Прокофьевой Евгении Леонидовны и хочу сказать, возможно, что тут причина в некотором таком драматизме обсуждения была в том, что некоторые члены диссертационного совета замечания и рекомендации не разделили и все назвали замечаниями, тогда как работа авторская, безусловно, там присутствует дизайн, исследование, авторское мнение, авторское право. Автор выбрала те вопросы, которые она рассматривала, и все те пожелания, которые сводятся к тому, что можно было бы рассмотреть еще многие аспекты, безусловно, они очень интересны и очень актуальны, особенно для такой страны, как Россия, которая очень большая страна. Я думаю, что это было право автора, а право реценгентов было назвать это замечание, может быть, рекомендациями. И тогда такой накал дискуссии был бы, может быть, немножко с меньшим градусом, потому что у автора очень хорошая работа, на мой взгляд. Спасибо. Светлана Михайловна, большое спасибо за ваше выступление эмоциональное. Спасибо. Скажите, пожалуйста, коллеги, уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, есть ли еще какие-то замечания, желание выступить, высказаться? Если нет замечаний, выступлений, тогда на этом дискуссия и прием вопросов окончены. Теперь перед подведением итогов и заключительным голосованием задаю вопрос всем членам диссертационного совета и соискателю. Есть ли у членов диссертационного совета и соискателя какие-либо замечания или вопросы по процедуре проведения заседания, в том числе связанные с режимом удаленного доступа? Я хочу получить ответы от всех членов диссертационного совета. Виктор Владимирович, есть ли у вас замечания? Замечаний нет. Спасибо. Александр Андреевич, есть ли у вас замечания? Нет, замечаний нет. Спасибо большое. Светлана Юрьевна? Нет, замечаний нет. Светлана Михайловна? Замечаний нет. С моей стороны тоже замечаний нет. Евгения Альбинина, у вас? Замечаний нет. Спасибо. Тогда переходим к следующему пункту регламента, голосованию. Уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, перед началом голосования у нас есть возможность с вами объявить перерыв для обсуждения результатов защиты при отключенном звуке трансляции. Как вы считаете, нам нужен такой перерыв? Буквально две минуты. Уважаемые члены диссертационного совета, как считаете? Нужен? У меня нет подпредельности. Ага. Да, можно без перерыва. Без перерыва, да? Хорошо. Предлагаю, что можно без перерыва, да? Хорошо. Еще хотелось спросить, Александр Андреевич, как вы считаете, перерыв нужен, нет? Нет, нет. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Тогда, если у нас с вами не требуется время для перерыва, то продолжаем заседание и переходим к голосованию. При этом мнение каждого члена диссертационного совета по данному вопросу озвучивается публично и самостоятельно. Итак, сейчас на часах 17 часов 33 минуты московского времени. Уважаемые коллеги, прошу проверить, все ли друг друга мы слышим и видим. Все хорошо, мы друг друга видим и слышим. Ставлю вопрос о присуждении Прокопьевой Евгении Леонидовне, ученой степени доктора экономических наук по научной специальности 080010 финансы, денежное обращение и квизит на открытое поименное голосование. Хочу подчеркнуть, что, голосуя за каждый член диссертационного совета, соглашается, что пункт 11 порядка диссертантам не нарушен. Процитирую пункт 11. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора или источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и или в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить диссертацию это обстоятельство. Также напоминаю, что решение диссертационного совета по вопросу пришедения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половина, но не менее трех членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Согласно пункту 17 положение о совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук в Санкт-Петербургском государственном университете. Приложение номер 2 приказу от 19 ноября 2021 года номер 11 181.1. Итак, член совета Иванов Виктор Владимирович, ваше мнение. Я за присуждение ученой степени доктора экономических наук по специальности 08-0010. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Владимирович. Член совета Цыганов Александр Андреевич, пожалуйста, ваше мнение. Я самостоятельно. Я за присуждение на степени доктора экономических наук Прокопьевой специальности 08-0010 на соединительное обращение. Спасибо большое, Александр Андреевич. Светлана Юрьевна Янова, ваше мнение. Я голосую за присуждение ученой степени доктора экономических наук по специальности, финансы, денежное обращение и кредит Прокопьевой Евгении Леонидовны. Спасибо большое. Я председатель совета Писаренко Жанна Викторовна за присуждение искомой степени диссертанту Евгении Леонидовны Прокопьевой. Таким образом, подсчет голосов и оглашение нашего результата. Глубоко уважаемые коллеги, члены диссертационного совета и гости объявляют, что из пяти участвующих в голосовании диссертационного совета членов совета проголосовало за пять человек. Проголосовало против, ноль человек и никто не воздержался. Решение о присуждении Прокопьевой Евгении Леонидовны, ученой степени доктора экономических наук по научной специальности 080010, финансы, денежное обращение и кредит принято. Поздравляем вас. Предоставляется буквально две минутки на заключительное слово соискателю ученой степени. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, позвольте вас так называть, уважаемые председатели и члены диссертационного совета, я очень признательна вам за проявленный интерес к моей работе, за потраченное время, силы, за то, что вы здесь присутствуете. И самое главное, за ценные замечания, рекомендации, то есть у меня сейчас появилось ощущение, что работа не закончена, она только начата. И вот очень много действительно таких моментов, о чем хочется и что нужно делать. И правда, я искренне вам признательна за это. Спасибо всем, кто присутствовал удаленно и тоже проявили интересы к моей работе. Хотелось бы поблагодарить тех, кто прислал отзывы, внешние лица, коллеги, специалисты, тоже очень важно, что работа была интересна. Ну, конечно, хотелось бы отдельную благодарность выразить Галине Васильевне Черновой, поскольку она работала со мной эти долгие годы, и действительно это очень важный и ценный опыт, а также всей кафедре управления рисками и страхования и присутствующим здесь коллегам. И удаленно здесь мы проводили обсуждение работы, да, и очень, ну, собственно говоря, привели ее в порядок к тому виду, который она сейчас имеет. Большое спасибо, конечно, и отделу обеспечения деятельности диссертационных советов в лице Хрущева и Ларисы Викторовны, которые здесь присутствуют и всем коллегам, потому что действительно очень интересная система защиты, и все четко отлажено. То есть вот настолько было приятно и действительно очень комфортно с вами работать. Я надеюсь, что в дальнейшем буду полезна вам всем, и прошу обращаться, если я могу чем-то помочь, полезно университету, и, ну, может быть, какой-то вклад в страховую науку внесу. Спасибо большое. Еще раз давайте поздравим соискателя. Поздравляем вас с осуждением 30 дней. Таким образом, заседание объявляется закрытым. Благодарю вас всех за участие. Прошу отключить прямую трансляцию заседания. Прошу отключить.